Я вам и говорю, как запомнить очень просто филини и кустурицу. Один филин, другой куст. Так, я же тебе объяснял. Причём, смотри, как ещё проще это запомнить? Это оба режиссёра, про которых есть песня. Только тебе почему-то это не помогает их различать на самом деле. Ну потому что я фильма ни одного не видел. А так у каждого есть ещё песня своя. Видишь? Потрясающе, это главное достижение их жизни, про них есть песни. Ну да. У одного более попсового такая более попсовая группа, у другого нет. А, ну всё понятно, ради чего жить и ради чего снимать великое кино. Да мы, короче, наркоманы. Про тебя у мотору из плены достались. Задонатьте уже кто-нибудь на филини или кустурицу, чтобы Вася хоть ознакомился и смог их отличать нормально. Ой, а ты бы это прям смотрел. Нет, поэтому задонатьте, пожалуйста. Поэтому не только мне тогда, да? Да, чтобы я тоже ознакомился. Ну, в общем-то, да, мы в эфире. Всем-всем-всем привет. Да, здорово. Да, всё, у нас слышно. Я надеюсь, одинаково всех. Сегодня 24 апреля, воскресенье, 3 часа по Москве. И мы начинаем киноложить. У нас, кстати, сразу скажу. Вот киноложить прекрасный лагон, кстати. Да. У нас ДЭС-222 подписался. Эть, на 8-й месяц не могу не отметить эту надпись. Вот. Но... Хорош. А? Хорош, конечно. Хорош. Да, поздравляем. Ну, и, в общем-то, я не знаю, мы не будем, наверное, сегодня что-то там кого-то ждать. Давайте сразу обсуждать. Келебры, что у нас на повестке дня? Да, ты сказал, что по трейлерам там. Да, у нас куча трейлеров. Вы смотрели хоть что-нибудь там? Ну, если ты их назовешь, я тебе скажу, смотрел или нет. День независимости Возрождения, который внезапно оказался... Кажется нормальным фильмом, во всяком случае, мне. Ну, то есть, я вот на него схожу. Мне, кстати, тоже он показался довольно прикольной штукой. Ну, то есть, там такой мир будущего какой-то, красиво выглядит. Ну, и фильм как-то... Прикольненько. Как-то он внезапно левелапнулся по сравнению с тем, что просто стандартный фильм говнокатастрофа какой-то и такой «Воу-воу, какой-то арт пошел, что происходит?» Мне очень понравилось. Я подумал, что будет, ну, как и первый фильм, только без Уилла Смита, а тут хоп-таки на 20 лет вперед. Мы там, короче, готовились, типа, к вторжению, все дела. Выглядит... Ну, интригует, по крайней мере. Понятно, с чем там все будет, но интересно посмотреть на это. Меня как-то, наоборот, смутило, что там что-то через 20 лет они возрождают этот фильм, какое-то продолжение делают. В общем-то, настолько мне все это не прелестило, что трейлер... Я натыкался на него несколько раз, но я ни разу не нажал кнопку «Плей», потому что там была кричащая морда брата этого Тора, там, Хемсворд, по-моему. Ну, да-да-да. И, чё-то, не знаю, вот «Плей» ни разу рука не нажала. Уважаемые кинологи, мне кажется, это будет фигня. Глебра. 500 рубликов на фильме. Робот. Откройте у себя плагин. Да-да, я понял. От «Лабуда» 500 рублей на «Я робот». Спасибо. Я понял. Так, сегодня меня ждет гораздо больше сложностей, да? Хорошо. Ты узнаешь, ты должен это, как на работе повышение квалификации, знаешь, вот когда... Потому что, когда продолжают считать там вещи... Ты видел тут, что профан закинул? Что произойти? Нет, пока еще не высветилось. Но ты видать, друг. А, ну, нет, еще не высветилось. Сейчас долго, когда она-то висят, но я уже вижу в строчке, да. Сейчас, подожди, я только сделаю у нас новый текст. Спасибо за это. Сейчас скажу кому. Хочу про то, что это человек. Флэшпоинт Парадокс. Justice League. The Flashpoint Paradox. 2000 рублей. Профан, спасибо большое. Это почти в лидеры выбивается нынче у нас. Воу, воу, воу. Это было мощно. Да. Justice League. Это хорошо, хорошо. К слову, разница европейской и американской анимации, а не японской анимации. Я пока запишу без перевода, если кто что знает. Да, конечно, ты просто кидай. Я, у нас, короче, сейчас я сразу все кредицы, скажем так, отдам, пока мы далеко не убежали. Значит, нам тут посоветовал один наш дружин, как сделать нас донаты поинтересней. Да, пиахой игрок тут кинул в обосики, он обиделся на Костю после пятничного стрима и, видимо, уходит со стопгейма. Ну там же ничего не говорит, как он уходит, не может он уйти. Да, со стопгейма не уходит. Валентин Малышев нам вот скинул очень хорошую схему, как обновлять список фильмов. Спасибо ему за это большое. Мы действительно опробовали, действительно работает. Вот теперь у нас будет не бегущая строка, теперь у нас будет именно топ. Вот, поэтому... И, честно говоря, через час стрима он грозится заслонить твое лицо. Да. А он может под меня пойти. Я лицо могу выше сделать. Все равно то, что пойдет внизу, вряд ли будет слишком с большими донатами. Вот. Слушай, у тебя задержка такая? В смысле? Ну, возможно, большая, да. С донатами. Почему? По тому, что сейчас там ак-чувак кинул 50 рублей? Нет, там Валентин уже и должен говорить, и 20 секунд уже назад. Донаты долго висят у меня. Блин, ну у нас тогда не синхронизоваться. Странно, почему так? По идее, нужно... Сейчас, 30 секунд назад уже Валентин закинул, он сейчас должен высветиться и говорить. Да, кислород уже должен вырваться куда-нибудь почти. У меня только сейчас высветился. Достает список фильмов. На кислород 2008. Спасибо, все высветилось. Ну ладно, посмотрим, может потом синхронизируется. эта штука. Может, это потому, что много подряд идут? Может, кстати, да. Ну ладно, давайте, значит, приступаем. Короче, привет, ребят! Еще раз, мы хотели никого не ждать, ничего не задерживать, но тем не менее, возвращаемся к теме трейлеров. Вам насрать, да, на нового Доктора Кто, насколько я помню? Да, на Доктора Кто мне уже насрать. Ну то есть, я его давно уже не смотрел и как-то и пофиг. Ну понятно. Там просто такую отвратительную бабу опять взяли. Зачем ему в компаньонши периодически берут отвратительных баб? Выгнали такую прекрасную. Жанну Луизу Колман позвали какое-то чучело, трансвестито с мужским именем. Отвратительно. Другое меня волнует. Вы смотрели трейлер Nice Guys? Нет, я не смотрел. Славные парни, которые с Гослингом и... Нет, но я только постоянно натыкаюсь на какие-то психотерапевтические курсы Гослинга с Расселом Кроу. Вот, да, да. А это трейлер или это пиар просто фильма? Ну, по-моему, трейлер, по-моему, это фрагменты из фильма. Так или иначе, надо посмотреть. Хорошо, последний заход. Вы смотрели неонового демона? Рев на новый трейлер. Да. Нет. И вот, вот, наконец-то. Рев на этот чувак, который снял всеми любимый драйв и всеми неизвестный, как же он второй фильм-то называется. Погоди, Келебрыч, у нас сейчас донаты будут болтать. Болтать прям будут? Там два доната сейчас будут болтать подряд. Ничего себе. У меня пока что Мэн СГ, привет, парни. И вот после него. Футболочкой с Мэн Боем на безумного Макса, оригинального. Да, наверное, время донатов поменьше поставить, а то он долго висит у меня что-то. Видишь? Что-то Donation Alert там расстроился и как-то начал там... Да, он что-то буянит. Что-то он вообще долго висит. Сейчас я это подправлю быстренько, чтобы нам потом не мешало. Да, ну давай, но сейчас они начнут говорить, все говорить. Но рано или поздно кто-нибудь заставит вас смотреть какую-нибудь фильм у Вебала. Пусть уж лучше это будет поста. 2007. Он настолько плох, что аж хорошо. На Постал там... Сейчас где-то тут редактируется. Да, продолжаю повещение 40 секунд, я думаю... А, духа. 15 поставлю, не знаю, кто поставил 40. Ну, Макс Кулаков. Не могу знать. Хорошо, я продолжаю. Разумеется, вам насрать на новый трейлер фильма Вуди Алина, да? С Кирстен Стюарт и с Джесси Айзенбергом. Да, насрать, но мы что-то как-то пропустили-то про Неонового Демона. Да. А, да. Ты не дорасскал. Все, вроде теперь быстро проходит, давай рассказывай. Да, нам рассказывать нечего, просто мне интересно. Вот, как бы, чувак, который снял легендарный драйв, который все любят, он снимает новый фильм, снимает с Киану Ривзом, которого тоже, по-моему, все любят. И я смотрел специально бессюжетный трейлер, и там все офигительно круто. У него, по-моему, нету никакого сюжетного, там они выкатили некий тизер. Но я, кстати, один из тех людей, кому драйв не понравился. То есть, он охерительно круто снят, но мне сам фильм не понравился. Сценарий, ну, на мой взгляд, вообще никакущий. Но снято реально круто, поэтому режиссер этого Рёфна, я жду этот новый неоновый демон. Тизер люто стильный. Просто вот прям реально смотришь, и, как я люблю говорить, визуальная порно. Но пока ничего не понятно, но будем поглядеть. Слушай, я предлагаю, знаешь что, раз у нас так бывает, чтобы кто-то что-то не смотрел, кто-то ничего, давай в наш чатик кинологов вкидывать трейлеры, которые нам надо посмотреть перед эфиром. Чтоб мы все посмотрели и составили мнение. Хорошо, я просто из-за света сегодня не успел сделать всякие штуки, дрюки. Окей. Окейушки. И вышел трейлер еще великолепной семерки. Я глянул. И вот как он тебе? Ну, не знаю. Мне в целом понравилось, я бы глянул. То есть сейчас тема вестернов, она такая не очень популярная, что ли. А по-моему наоборот, с вестернов стало что-то побольше, чем было раньше. Ну, может их и стало побольше, но ты можешь как бы вот сходу назвать много. Ну, мы как минимум смотрели за последнее время. Там этот, как он там вест назывался? Стрейт-Вест или Гоу? Это мы смотрели. Нет. Как бы, ну, он же не вышел сейчас. Мы смотрели Томагавк. Томагавк, восьмерка. Ну, вот восьмерка, она вышла сейчас. И вот это как бы действительно, ну, оно подходит. А остальное, что мы там смотрели-то, где? Где много вестернов. Я и говорю про сейчас, вот буквально вот. Ну, так где много вестернов, кроме восьмерки, что ты можешь еще назвать? Так я и говорю, тот же Томагавк, тот же вот это Slow West или как оно там было. Нет, Томагавк, он уже не свежий. Ну, относительно не свежий. Что мы подразумеваем под сейчас? Не свежий Томагавк. Ну, да, за год, за последний, или за сколько? Ну, да, за год, за последний, ну, как-то так, потому что ты говоришь, что там, ну, их много. Ну, как ты не знаю, как много, их стало больше, я сказал. Ну, хрен, ну, а что-то слово? Ну, был фильм с этим, как Келеприч, напомни. Что-что-что-что-что, я спрашиваю, или как он там назывался? Ну, да. Что-то такое было. Ну, в общем-то, ладно, но я не знаю, я бы глянул эту восхитительную семерку, или как она там? Я бы тоже глянул, но что-то у меня есть... Там, короче, история такая, что оригинальная семерка, это как бы ремейк семи самураев, и как бы ремейк-то достаточно такой, и вот это вот ремейк достаточно такого ремейка, и у меня есть подозрение, что не очень хорошо все это кончится, но, возможно, фильм будет хорошим. Ничего не могу сказать, фильм не смотрел. Трейлер... Трейлер только вышел, фильм не смотрел. Да, трейлер просто не очень меня впечатлил, не знаю почему. Так, у нас там куча всего прилетела, пока мы тут обсуждали. Да, давай я зачитаю. Давай, зачитай, и перейдем к неделе. Раз будем обсуждать паприку, советую прочесть мой блогик. Да, это самореклама и донат на Персиполис, или Персиполис, как там? Ну, в общем-то, на него уже донатили. На Бегущего по Лезвию еще прилетело, не знаю, что там насчет пропавшего доната. У нас все законспектировано, так что все есть, все засчитано. Дима, как и договаривались, на мои маленькие влюбленные. Влюбленности, по-моему, или нет? Это Фабрицио кинул, да? Да, Фабрицио. Почему я не удивляю? Я вот вижу, пролетает внизу надпись Фабрицио, думаю, сейчас что-то будет. И да, это оно. И Берн Дог скинул метался между гатокой и заводным апельсином, но все же на второе, на Clockwork Orange. Молодой этот. Как его, господи. Сегодня у вас проблемы с именами у всех, да? Да, у меня это всегда проблемы с именами, потому что, видишь, фамилия ни с филином, ни с кустом не ассоциируется. И песни про него нету. А второй я его всегда называю. Ну да, нет, тут понятно, тут Жан-Клод Ван Дам. Ну да, это просто. Потому что универсальный солдат. Да, да, только я не понял, все равно, о ком речь-то, кто-то молодой. Ну кто в этом апельсине этот? В заводном апельсине кто-то молодой. Ну да. Который нынче уже старый. У меня все как бы уже нынче старые, кто в заводном апельсине были. Но главное, что играл этот дул. Клагдаул? Макдаул, да, вот. Макдак. Макдак. Вот. Ну давайте, переходим, значит. Вообще у нас сегодня два фильма недели, так получилось просто, ну по крайней мере у меня. Давай начни со второго. Потому что мы с солдом наконец-то сходили на хардкор оба. Ну не наконец-то, я ходил на премьеру. Ну а я наконец-то. Нормально. Третью неделю подряд у нас рубрика хардкор. Хардкор, да. Да. Я его посмотрел. Мне сразу скажу, понравилось то, что я увидел. Действительно там крутые трюки. Понравилось, как запикан мат. Серьезно, мне нравится, когда мат запикан. Это как-то одновременно и не так пошло, и даже более прикольно, чем когда он не запикан. Особенно вот в конце, что в английской версии, как Макс сказал, просто... Там просрано нахер вообще. Просрано нахер эта фраза. Ну да, там она очень скучная. То есть экшен прикольный. Очень много отсылок к видеоиграм я увидел. Я там увидел плакат Супер Хота, кстати, на стене. Left 4 Dead там был плакат на стене. Момент, где с этим дунуть. Там, может быть, и больше, это просто то, на что я обратил внимание прям. Ну, что успел заметить. Там просто время-то маленькое. Причем там отсылки к Call of Duty с этим, миссия в Чернобыле на крыше отеля. Там даже тоже отель получается. Обучение, когда этот с гранатой момент. С гранатами. Концовка, финальная битва, мне очень сильно Left 4 Dead напомнила. Потому что поведение вот этих вот чуваковских соревнований. Так и запомнил, я думаю. Там все очень толсто, но Left 4 Dead на мой край. Да, там... Причем он даже, по-моему, в конце в Safe Room, можно сказать, спрыгнул с аптечкой и с оружием. Да, да. Но я в голос ружал от платформинга по трупам. Да. Я не могу сказать, что это спойлер, в какой момент это, но платформинг по трупам, я прям в голосину ржал. Вообще, я ходил на премьеру, и, блин, в зале было человек 15. То есть, мне так обидно, что хардкор вот здесь что-то, он вообще нихера не собирает. То есть, ну, реально, блин, я не помню, когда вообще такое было, чтобы на премьере было 15 человек. И я смотрел фильм в оригинале, но русской речи там до хера. Причем самое смешное, очень многое не переводилось вообще никак. Ну, типа, чехи сами поймут, что они. Не, ну, то есть, некоторые места спускались в субтитры, где на русском, а вот какой-то там, ну, посторонний шум, то есть, там, из серии, когда там, я не знаю, он упал в помойку и там, ой, боже, вам надо помочь, а что случилось, не двигайтесь. Вот это ничего не переводили. Ну, понятно, то есть, не сюжетные реплики, а вот что-то такое, окружающие интершумы. Ну, короче, да, видать, чтобы народ понимал, что события в России происходят, хотя там постоянно какие-то, ну, там, надписи на машинах, все это видно, все это есть. Но я ржал, как бы, ну, и когда я увидел Шнура, да, ну, ни для кого не секрет, он в трейлере был, я заржал один. Да. И, как бы, ну, сразу понятно, да, что, ну, народ просто не в курсе, кто это и что это. И были вообще места, где я один ржал, вне зависимости от того, даже, ну, показывали там, говорили ли там что-то на русском или просто что-то показывали. Но в целом народ ржал, то есть, ну, когда, когда все ржали, реально, были такие места, но вот на моменте Акан, Акан это самое, да, ну, то, что у вас... Акан прекрасный человек, да. Да, Акан прекрасный человек, Акан условная единица, мне даже, наверное, так больше нравится. У-е, правильно? В английском он говорит Акан из-за кант. Как бы, вроде бы, тоже в рифму чуть-чуть, но вообще эффект не тот. Прям, ну, вот, совсем не тот. И как-то, ну, никто даже не ржал в этот момент. То есть, я понял, что шутка должна быть вот эта, я улыбнулся. Ну, просто Солду до этого сказали, что тот момент у него будет так себе. Я посмотрел его онлайн, я выцепил еще сразу, как с кинотеатра пришел, мне было интересно, в чем же перевод-то состоит. И действительно, вот оно как-то, ну, не очень. Но в целом мне фильм люто зашел, что мне вот прям понравилось, это фильм, который не обманывает ожиданий. Ты смотришь трейлер, ты приходишь, ты получаешь ровно то, что ты увидел в трейлере. В отличие от Дэтмена и Супермена. Ну, в отличие от много чего. Нам на особое мнение еще 500 рублей от сплит-стриха. Спасибо. Спасибо. Недавно по ящику показывали, пересматривал. А я, ну, я все же хочу немножко, ну, тут скорее не то, что поругать, просто высказать свое недовольство относительно того, как фильм выглядит. Такое чувство, что ты смотришь реально, вот, Макс, ты тогда правильно сказал, прохождение видеоигры, как будто бы, вот, полуторачасовое. Но ты смотришь прохождение игры на PlayStation 3. Гоу-прохи очень сильно мылят картинку. На список Шиндлера. Ух ты, на список Шиндлера нам, штукарик, спасибо. Блин, так это ж луковый ниндзя в квадрате. Ой, это да, это... Ковый ниндзя врывается в наш эфир. Вот. Список Шиндлера, кстати, я его где-то полгода назад, наверное, пересматривал. Ну, будет повод еще раз посмотреть. Вот. Гоу-прохи все-таки фиговенько справляются с тем, чтобы выводить изображение, достойное кинотеатров. Особенно в темных помещениях. А там есть вот несколько эпизодов в фильме, они прям в темных помещениях очень сильно. И гоу-прохи не справляются. Ну, то есть, это проблема технологии пока что, что не получается такую маленькую камеру сделать, ну, настолько качественная в плане съемки. Слушай, ну, тут еще момент, может, у тебя была плохая пленка, потому что я с этим столкнулся на примере второго фильма, который мы будем сегодня обсуждать. И у меня хардкор в лучшем кинотеатре города смотрелся отлично. Ну, то есть, вообще никаких претензий к качеству картинки не было совсем. А во втором, я ваше претензии, получается? Да. Я потом расскажу. Я Босяну тоже говорил насчет этого. Возможно, лампу этого проектора просто не накаляли до максимума. То есть, экономят, так делают. На это жалобились многие режиссеры. Ну, понимаешь, мыло от этого, я думаю, вряд ли станет меньше. Ну, я... Простите, не мыло, но там... Давай. Мне в личечку написали, что Гоу снимали... Знаете, когда фильм же сняли, ну, что-то очень давно, относительно давно, он очень долго не попадал в прокат, и снимали еще на третью Гоупроху, даже без плюсов мне пишут. Поэтому, ну, как бы... Ну, короче, да, у меня... Я... Еще, на самом деле, у нас просто остался один сеанс в не самом лучшем кинотеатре, если не самом худшем. Ну, не, не самом, но таком, относительно проходном, в мультиплексе, в торговом центре в одном. Вот. Поэтому, может быть, там просто сам кинотеатр плохой. Но, как бы, можно с таким столкнуться, что реально мыльно, в ночных сценах как-то плохенько. Вот. Из-за этого, например, финальная битва у меня вообще в какую-то непонятную кашу превратилась с этими вот всеми перелезаниями. Вот. Но, тем не менее, мне понравилось. Я подожду блюрейки, я посмотрю в хорошем качестве дома у себя. Вообще, монитор поменьше, на нем, как бы, будет получше смотреться. Вот. Плюс я хочу посмотреть, не знаю, какие-нибудь моменты со съемок. Посмотри, там вообще адуха творится. Да, я видел в интернете эти кусочки, но их мало. Я хочу там, не знаю, как говорю, как в Mad Max'е, 40-минутное что-то там, как это снимали. Вот. Но, в целом, хардкор зачет. Прям мне понравилось. Ну, да, то есть, как эксперимент, ну, даже вот на таком уровне, на котором мы его сделали, очень приятный. То есть, действительно, это драйв бесконечный. Просто полтора часа экшона. Я не очень люблю шутеры от первого лица. То есть, в Call of Duty там во всякие я не играю. Но вот здесь посмотреть полтора часа на вот это прохождение, мне люто зашло. Ну и плюс, там все-таки есть какие-то такие русские колориты, что приятно. Очень приятно. Тебе-то чё, русский колорит эстонец тут сидит? Да он скучает по русскому колориту у себя в загнивающей Европе, что ты. Да, ты любишь блюдц. Будло охранников, там вот это вот все вот и так далее. Вот. Плюс мне понравилось, как очень прикольно с этим с Копли поступили. Как его на весь фильм задействовали. Гениально. Реально, гениально. Вот касательно Копли... Я правда не понял. Просто его, короче, там история была какая. Режиссер понял, что ему, как бы, ну, для продвижения Бигмамбетов посоветовал как-то заинтересовать зарубежных актеров. Он выбрал Копли, и он услышал в интервью, что Копли плевать на бюджет фильма, ему интереснее играть какую-то роль. Хорошую, крутую. И тогда чувак сел и написал роль, от которой Копли никогда не сможет отказаться. Потому что у нас обрели несколько ролей. Ну, как я и говорил, да. Вот. Не, ну Копли там шикарен, потому что, получается, главный герой фильма, по сути, Копли. Ну, условно говоря. Потому что главного героя мы не видим все от первого лица. И в кадре постоянно Копли, поэтому как-то его и воспринимаешь чуть ли не центровым. И он отжигает вообще. Просто красавчик. Когда он по-русски говорит, я ржал, ну, просто пипец. Потому что, ну, так он неестественно все это пытается. Но с таким видом, что, блин, да я знаю русский. Да все нормально. Я говорю вообще, мой родной язык. Че ты. Единственное, меня поражал момент. Я его не понял, но это, судя по всему, такое ради Магаффин ради Магаффина. Прото-младенец. Прото-младенец. Когда он приходит. Не, ну как, погоди. Это чтобы показать, как он их это... Ну, блин, это спойлер. Хотя, блин, здесь сюжет такой... Сюжет в фильме, на самом деле, он просто для того, чтобы обосновать весь творящийся беспредел. То есть он, в целом, не нужен. Это сюжет, не знаю, какого-то третисортного шутера. Да. Злобный чувак, который хочет создать армию, там, кого-то там. Да, в разбор полетов. Такой шутер из разбора полетов, примерно. Да-да-да, что-то в этом духе. Может, поэтому нам смазать за... Армию зомби, там, и так далее. Только тут не армия зомби, но типа того. Вот. Ну просто это тот... Что делал Тим Рот в фильме, спрашивают. Тим Рот, у него, ну, секунд 15, наверное, экранного времени. Ну, типа того, да. Вон так. Просто в трейлере засветится. Ну, есть. Ну, и мне, кстати, скажу так. Мне, в принципе, в этом фильме понравился Козловский. Вот. Он изобразил, мне кажется, очень хорошо такого стереотипного прям злодея. Просто я не привык к нему в такой роли. И здесь он прям очень прикольно себя повел. Да, но его мало. Его мало, но как бы он появляется, и он выглядит, как вот должен быть выглядеть злодея вот в таком типе боевиков. И, собственно, таким образом мы плавненько перейдем ко второму фильму с Козловским. У меня так получилось, что на этой неделе я сходил на два российских... А? Что? Давай неплавно перетекать, потому что к нам пришел хозяин Марии на краю земли. За время нашей болтовни вы слышали что-то про него? Нет, не помню. Ну, это как бы такой... Он вышел примерно в одно время с Пиратами Карибского моря, и это был реалистичный ответ, во всяком случае, так я его видел в трейлере. Стоп, еще раз, скажи, как называется? Хозяин морей на краю земли, Master and Commander. А, Рассел Кроу, что ли? Рассел Кроу, да. Да, я смотрел. Хорошо. И как, стоит обсуждать? А, в смысле, стоит обсуждать? Там пришел. А, нам на него донат закинули? Да, нужно санонсировать немножко. А, да, хороший фильм, мне понравился. Окей, все псы попадают в рай, продолжают продвигаться, и список Шриндлера, особое мнение, и печальная баллада для трубы. Вот это, ребят, короче, европейский арт-хаус без членов, но мы, короче, будем очень страдать, если мы будем его смотреть. Но Тарантино сказал, что он плакал на этом фильме, по-моему, или Тарантино стоял и хлопал, то есть он прям вскочил, и давай аплодировать, но там такая духа, там огромные жирные клоуны, измазанные в крови, стреляющие по друг другу из автоматов, это как бы понятно, почему Тарантино плохо. Прекрасное, но ужасное кино. А теперь давай к экипажу. Да, теперь давай к экипажу. В общем, так получилось, что на этой неделе я два раза сходил в кино, такое, на самом деле, в последний раз довольно давно было. Причем в последний раз не настолько удачно я ходил, потому что эти фильмы были «Повелитель стихи» и «Хищники», на которые я сходил за одну неделю. Вот. А здесь так получилось, что мало того, что два раза в неделю, два раза фильмы мне понравились, это два раза еще и российские фильмы были, и в обоих есть «Козловский». Вот. Собственно, мы говорим про фильм «Экипаж», который сейчас форсится везде, где только можно. Ну, да, Экилебрыч, начни, наверное, ты в этом плане, потому что у тебя там есть что сказать прям такого, на что мне нравится. Давай, я начну издалека, а про фильм рассказывай ты. У меня, короче, сразу есть веская, очень веская причина, чтобы вы не ходили на этот фильм, несмотря на все, что вы дальше услышите, потому что я его буду хвалить, но есть веская причина на него не ходить. Первое, как я уже упомянул раньше, в лучшем кинотеатре города я смотрел рекламу, сидел, все хорошо, трейлеры фильма, все хорошо, потом начинается фильм, и Херакс, пленка убитая. Просто размазанная, расфокус, все такое, чисто косяк пленки, не знаю, есть он в одном кинотеатре, в двух, в трех, но картинки качество было отвратительное. Был еще 2D сеанс, я не хожу на 3D, и поэтому как бы есть возможность, я не говорю, что это обязательно, но как бы вот есть. Давно я такого не видел, было. Ну окей, ладно, продолжай. Вторая причина из-за континент... Я правда сомневаюсь, что там на пленке, а не на харде использован. Ну то есть обычно на хардах сейчас приходят фильмы, нет? Особенно трехмерные. Не знаю. Вот, второе, короче, контингент, который придет вместе с вами на этот фильм. Возможно, я не говорю, что это будет обязательно, но вот я сходил в день премьеры, в середине дня, ну так, ближе к вечеру, и как бы я сидел с вот таким лицом весь фильм. Я еще маму сводил на этот фильм, потому что она любит оригинальный экипаж. И еще на лестницу Якова, я чоб сладдер. Лестница Якова, неплохо. Охренительный фильм. Оригинал Сайлент Хилла, можно сказать. Охренительное кино, спасибо. Вот, и я сидел просто вот весь фильм с ладонями к лицу и бился головой о плечо матери, как бы, господи, выпустите меня из этого зала, пожалуйста. Потому что все началось, когда пошли комедии, трейлер комедии со Светлаковым. Я первый раз в жизни увидел, как люди смеются с шутками Светлакова и свеются в голосину вообще. То есть, как бы, куда делся немец? Маршрутка приехала до Берлина, прикинь, и весь зал лег. Я такой, ёп твою мать. Все, сейчас. А в фильме... Потом пошел трейлер Черепашек-ниндзя вторых. И такой, знаете, шепот, господи, что за чушь, что за говно. Она придумывает всякой херни. Я думаю, да, у Светлакова-то лучше, конечно. И фильм «Экипаж» пестрит разнообразными шутками, юмором и такими моментами, типа, ух, наш человек! И, как бы, эта вся толпа очень агрессивно на это реагирует. Хрустит попкорном, ржет, очень громко отпускает комментарии по любому поводу. И я думаю, что большинство людей нашего с вами образа мышления просто не пойдет в кино на русский фильм, как бы их не уговаривали. Поэтому очень великая вероятность, что вы наткнетесь на ту же самую толпу, на которую я. Прямо посмотрите лучше дома. Вот твоя рекомендация. Ну, я скажу тебе так. Прежде всего, я тоже сходил на 3D-сеанс. Чего я делать не советую. В фильме нет 3D. Лучше ходите на 2D. 3D там в конце, когда, спойлер, самолет сядет, в конце, когда самолет сядет, вот чуть-чуть нос тебе из экрана высунется. Это все 3D, которое вы увидите за фильм, не ходить на 3D-сеанс. Что до контингента, на удивление, у меня такого не было. Я тоже был готов к этому. Зал был, ну, не полностью набит, хотя я ходил в субботу в середине дня на 4.30 сеанс. То есть, ну, нормально. Причем, вот я ходил в один из лучших тоже, если не в лучший зал нашего города. Он полу-Аймаксовский такой. То есть, он не Аймакс, там вроде не заявлено, что он Аймакс. Но там огромный экран. Там очень долбит звук. Там эта технология Dolby Atmos в спинку тебе херачит басами. И, может быть, там кто-то хрустел, может быть, нет. Но слышно не было просто потому, что, во-первых, звук в таком кинотеатре очень громкий. Ну да, мне нравится Dolby Atmos. Они, короче, у нас тоже. Я ходил на Dolby Atmos на хардкор. И трейлеры, они крутят вроде все нормально, там бла-бла-бла. А потом начинается сама заставка Dolby Atmos. И звук выкручивает, ну раза в три, наверное, громче, чем до этого показывали трейлеры. И в конце там такое, это, типичное спёртое, ну или не спёртое, я не знаю, из инцепшена это. Там такой просто звук расхерачивается по кинотеатру, что просто жесть. дрожит все дребезжает сидушка но блин звук реально очень клёвый вот ну то есть как бы я может кто-то хрустел но я этого не слышал причем даже спокойные моменты я не слышал такого сзади меня сидели дети чтоб вы понимали люди с детьми пришли ну там такие дети знаешь ну лет 13 это может 12 было спокойно то есть я вот на других фильмах я бывает такой знаешь прям вот я помню на хоббите чувак сидел который все комментировал что мог просто каждую мать его сцену просто своей плоской шуткой своим плоским комментариям он старался заполонить все в зале вот здесь ничего подобного не было я прям обрадовался потому что ну настолько хорошо редко бывает возможно сходить но у нас не было трейлера со светлаковым народ не ржал шуточки которые там были ну там про еду которая была в трейлере и в целом ну так папа посмеивались но не так что прямо ахахаха и давай там чем но я так понял что фильм то он должен как то в напряжении держать он держит напряжение свою вторую половину но вот а когда держит напряжение обычно никто не комментирует и вот вторую половину фильма я вообще просто не замечал народ потому что ну фильм действительно держит напряжение в общем кратенько в чем суть этот наверно уже было везде сказано это вообще ремейк я просто фильм смита митта точнее помню очень плохо я его наверно полностью не видел ни разу я натыкался на телеке но по-моему в суть в принципе та же самая че васян извини перебью на нас тут сайбер папа панчик что ли подписался шестой месяц подряд спасибо большое спасибо большое вот то есть заключается в том что есть такой пилот хулиган которого отовсюду выгоняют есть такой пилот строгий который там все по инструкции очень там не любит вот этого все выпендривание ну и вообще такой очень профессионально в этом плане кто из них козловский козловский ну хулиган разумеется датвор две с половиной тысячи на паприка тайм чтобы это не значило до паприки мы дойдем пожалуйста не на этого как его зовут не на тинда браса паприку походу на нее спутали и кто-то думал что паприку тинтабраса смотреть вот да огромное тебе спасибо на паприки дойдем да когда и мрака мрака энрейдж еще подписался спасибо большое класс спасибо народ не стесняйтесь подписывайтесь да это тоже важно вот ну и значит какой то в один из полетов там ну такая людская драма немного есть не между всеми у каждого из героев друг с другом вот в общем в одной из полетов их им предлагают залететь на вулканический остров чтобы спасти людей то что они порожняком летят народ там произошло что извержение и народ надо эвакуировать ну и они решают что окей мы полетим ну и собственно не прилетают на этот остров и там настоящий катаклизм там все взрывается все рушится люди умирают и вот им надо как-то оттуда выбираться потому что там и полоса с полосой не получается и совсем подряд но вот тут вот начинается экшон его уж там сами смотрите в общем но ты описываешь реально ремейк это ремейк да ну то есть я помню не совсем это не ремейк это как сам режиссер говорил что это просто ну такой типа культурный последователь никакого отношения к персонажам оригиналом все-таки не имеет первое он не имеет но там же конфликт но смысле вся ситуация была ровно такая же насколько ровно такая же и решение ситуации очень близкая накрутили больше в современной версии но он как бы он скажем так не претендует на звание ремейка он снят просто как фильм по такому же сыну папа такой же ремейк давай вот раз заботливо хорошо старательно как бы человек пытался сделать вот но я не могу назвать это ремейка ну вот я просто не помню самый оригинальный фильм но эпизоды по моему очень похожие пересекаются между собой в общем я из кинотеатра вышел под впечатлением мне реально вкатило очень сильно я в принципе люблю про самолеты произведения все там и в играх там миссии в самолетах я люблю когда потому что но интересное местодействие интересная профессия это если хотите экипаж это фильм про пожарных только про летчиков там вот конечно есть личная драма вот этих всех персонажей но я уделено не так много времени сколько специфики профессии и вот всем ситуациям в которых они папу в которой они попадают поэтому мне вот такого фильм типа фильма очень по очень нравится и экипаж мне прям просто пришелся по душе очень сильно плохая новость до датворк написал в чатик что паприка тинтобрас вот до такого мы еще не доходили тогда вписывай ее и она в лидерах все смотрим тинтобраса к следующему эфиру господа блин это звучит как оскорбление какое-то тинтобрас и потише там ну то есть да сразу скажу в чем я с васей согласен 2 я не ожидал я не очень не ожидал особенно после первой половины фильма но вторая половина фильма держит в напряжении очень круто чувак прямо справился он еще на легенде 17 показал что он умеет снимать хороший экшен бодряковый но здесь он снял прям вообще я не думал что меня фильм сможет русский взять за яйца смог ехали блокбастер такой много бюджетный высоко очень круто сделанный экшен не могу сказать что есть какая-то режиссура что-то еще просто крутой хороший экшен все очень здорово сделано очень круто переплетены линии второстепенных персонажей потому что вот благодаря им как раз у тебя не на секунду не складывается впечатление что знаете как в фильме 2012 люди из домов валятся а пусть валятся наши герои главное это главные герои все хорошо как раз очень много линий у всех они возможно даже немножко слишком их много как сказала мне мама ей было тяжело смотреть например но я мне ок и у меня не было ощущение что как бы есть реально случайные присутствует чтен однако однако целом у меня ощущение что я посмотрел голливудский фильм семидесятых годов потому что ну вот так грубо и так грязно вот такими широкими тупыми мазками но уже никто кино не делает и мне это очень не понравилось вообще то есть чтобы понимали оригинальный экипаж двух серийный фильм первая серия полностью про персонажей вторая серия полностью про катастрофу здесь дело так же почти почти так же там примерно 125 минут ну или личную жизнь час двадцать пять про катастрофу ну или около того фильме два с половиной и понимаете персонажи сделаны отвратительно просто вот 8 мне сразу привел пример когда я ему это сказал 2012 да говорит там же тоже абсолютно абсолютно то же самое да парируй а короче ситуация в чем как нам подают данилу козловского самого начала вот при до блевоты его честно он такой классный парень хороший замечательный по всем фронтам безупречный но только немножко рассеянный но супер талантливый то есть такой-то шаблон сравнение например с фильмом 2012 тебе показывают главного героя писателя как неудачника и вот это вот главный момент когда там он смотрит хорошо здесь он смотрится прям ну так сопливо так вот карамельно как будто тебе знаете вот огромная рождественская штука такая вот полосатая каренделёчек вот как будто я в жопу засунули по самые гланды ярос с сахаром рассачивается у тебя там хера у тебя сравнение ну серьезно ты смотришь на этого козловского и понимаешь вот как бы ситуация самого начала фильма спойлеры вообще кошмар загоняют значит гуманитарный груз для детишек и рядом два джипа какого-то мажора там генерала которые внучки там на день рождения доставить на свадьбу там читали и козловский значит попадая в кризисную ситуацию выкидывает джипы значит или джипы из самолета и за это его выгоняют зато он сделал все правильно по совести и вот так вот он ведет себя от самого начала до самого конца единственное хоть капельку плохое что он делает за весь фильм он там дурой называет свою женщину все вот остальное время он такой хороший такой прекрасный такой-то весь из себя это настолько кондола сделано да вас я слышу ты шипишь на меня ну потому что ты слишком привираешь это все дело там не так это явно выпячивается да ладно да серьезно ну абсолютно да да не так ну то есть да нам показывают нам показывают хорошего героя что плохого в том что нам показывают хорошего героя ничего но мне просто так надоело когда вот в русских фильмов всех мразями показывают что вот мне хочется ведь мне понравился что и мошков и козловский и мне очень понравился стюард который там был что вот они реально показаны настоящими вот ну вот героями именно вот как они есть да у них у каждого есть там свои минусы вот так и есть при этом фильм все равно показал да и мерзких там чиновников которые существуют и все такое то есть он все равно как бы не слишком слащи слащавы но мне надоело что показывают везде чернуху вот эту в русске не понимаешь не черновами рентганских фильмов показывают такие что в итоге все таки они стали героями а у нас вот надо вот левиафанов снимать что все они такие идиоты вот сейчас вот сейчас ты начинаешь перегибать другую сторону я не говорю что козловский должен быть ублюдком или еще чем-то проблема в том что какие у него недостатки как где он себя ведет хоть капельку негативно фильме он все время ведет себя наоборот знаешь на таком вот на быдлянском уровне хорошо прям то есть когда нужно кому-то набить морду вот за справедливость за душеньку он идет и это делает и он не делает ничего хоть капельку спорного непонятного он ни разу не показывает себя хоть капельку негативным это прямо ну такой выхолченный персонаж стюарт классный вот ты мне сейчас про него напомнил стюарт сделан хорошо потому что он показан одновременно и как хороший парень и как в определенных отношениях неудачник и как не очень какой-то вот это хороший персонаж живой интересный вася список залезает на веке в источнике текст выстави свои размеры текстового пуля так чтобы по вертикали ограничить вывод списка на кислород 2008 окей так спасибо кислород вообще я зачитаю пока вот тут разошлись так я вообще лузер блин у нас не показывают экипаж надо будет посмотреть может каким-то в каких-то маленьких кинотеатрах потому что на левиафана я например сумел здесь сходить но в общем-то нам кибер закинул на бегущего по лезвию пятьсот пятьдесят рублей за что спасибо и она там вроде неплохо у нас вырывается куда-то на вход в пустоту чтобы это не было гангерл просто для того чтобы по ходу вася на лицо закрыть донатом на первом месте ребят а на втором тентабрас просто классика кинологов а ну все нормально и валентин кинул еще 500 рублей на кислород спасибо большое вот и числа рота вон вперед тогда вырывается походу нет я вот уже добавил это уже добавление вот я немножко до успокоился и тебе советую в этом плане знаешь мне просто почему показалось что надо было именно снимать им вот так вот да с очевидными намеками на все это дело потому что фильм этот рассчитан ну вот он он специально рассчитан на массовую аудиторию чтобы это не было вот какое-то авторские кино типа всяких там дурака да мамма йоров на слово проождение в прекрасно чтобы как раз вот те люди которых ты не любишь кино чтобы они пришли и все поняли вот он но он рассчитан на массовую аудиторию но это не значит что от него вот такой человек как ты я макс не может прийти получить довольствие фильм там нет может может но просто я объясняю проблем в том что половина фильма посвящена героям и второстепенные персонажи тоже этим очень страдают сын мошкова это вообще просто я вот более тупого героя я в жизни не видел вот он понимаете не бывает таких подростков не был просто вот он показан нас вот это знаете мнение вашей бабушки о современных подростках вот вот такой вот персонаж и я не знаю шуточки с ним связаны тоже все как бы такого же уровня проблемы главной героини телочки тоже ну как бы хорошо нормальная проблема реалистичная она смущается того что на пилота она баба у нее в этом как бы ну вот комплекс на эту тему все окей все нормально проблема в том что она в одной ситуации говорит козловскому типа ты чё дурак нафиг спорить с начальством начать вести себя как идиот ля-ля-ля такая противопоставляется ему в другой ситуации когда козловский начинает ну типа соглашается с действиями начальства она говорит а что ты не воспротивился действия начальства возможно это реалистичная женщина очень возможно это реалистичная женщина но как бы это очень плохо смотрится как на ребят вы короче что упоролись обсуждать как будто мы прям домашним заданием делали этот фильм он только вышел его еще не все посмотрели ну хорошо я просто пытаюсь аргументировать тогда сжимаю свое и свое сказали ты еще не дописал да не дописал будет первая половина фильма отвратительное говно на мой взгляд экипаж оригинальный интереснее фильм вот реально когда снят он гораздо лучше смотрится первая половина фильма намного вкуснее и персонажей все остальное но вторая вторая вот прям пропустите полтора часа не стесняйтесь ничего не потеряете приходить к середине сеанса и вас возьмут за яйца потому что фильм катастрофа не побоюсь этого слова голливудского уровня немножко пережали ближе к концу ты уже такой сидишь да ладно ну совсем уже фантастика но блин очень круто несмотря на любые мои претензии к сюжету персонажем и всему остальному вторая половина фильма а это половина фильма я не преувеличиваю не преуменьшаю смотрится отлично но как вы знаете келебра у нас любит перегибать палку в ту или иную сторону поэтому до первая половина я не спорю она может показаться такой слегка нудной слегка неправильно но тоже там неправильно и и персонажи там могут показаться действительно слишком перегиб но я не знаю я вспоминаю любой фильм катастрофу американский любой и там тоже иногда персонажи показаны такими вот придурками то есть даже в том же 2012 причем вот что мне понравилось то что здесь персонажи не тупят вот 2010 порой там ой моя собачка там куда-то упала и тетелочка начинает выбегать там за собачкой за какое-то там подрушащиеся здание или еще очень такое тут такого нету здесь я вот прямо чтобы тупизны до куда куда ж ты лезешь что совсем я не увидел здесь все собачки сдохли может быть не знаю но вот короче очень советуем сходить вот лучше сходите поддержите фильм рублем мне кажется в данной ситуации именно стоит потому что фильм достойный и если уж мы сравниваем вторую половину с голливудскими блокбастерами это много о чем говорит мне кажется в большую сторону сравниваем да познаешь к у меня был вопрос спасибо вам ребята за хорошие выходные человек которого не было 2001 приятного просмотра спасибо большое отличное кино я смотрел прям чувак нам еще до этого раян гослинг на драйв зачитал да уже 1200 у него он никуда не вырывается но спасибо раян а возьми хотел спросить ты смотрел легендую 17 да конечно лучше хуже на твой взгляд мне кажется все таки чуть-чуть похуже но все равно достойно вот согласен вот хороший ориентир в целом как фильм она воспринимается похуже чем легенда 17 если вы смотрели не смотрели посмотрите в легенде 17 нет сценарных проблем в этом уровне персонажами не раздражали карамельностью здесь да но там реально это ли тут выдуманная но при этом action но при этом action он снят лучше здесь чем в легенде 17 я уже не помню честно экшен ну там спортивные съемки там не то чтобы прям action вот ну то есть как бы сходите посмотрите я думаю все равно может там вас первая половина разочарует может нет как меня например вот но как минимум вторая стоит того чтобы сходить и поддержать такие ну вот чтобы у нас побольше таких выпускали как минимум не вот всю херню которая вот выходит помимо этого вот такие вот дела а это да ну чё давайте пробежимся по донатам давайте по донатам пробежимся и к домашнему заданию человек который мы все зачитали а да мы же все зачитали ладно не будем пробегаться по донатам вот на pink floyd the wall уже кидал как-то давно потихоньку думаю накидаю за этот годик и в гру и это помню единственное что мы не зачитали представляешь скоро будут брать кредиты на то чтобы донатить кинологам на фишки я год откладывал ребята ипотеку ой не напоминай ха 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 хорошо ну давай с чего начнем ээээ давайте вы решите я думаю что с пляжем да давай с легонького сперва с легких наркотиков скажем так давайте начнем солод настало твое время ммм чё я вам сюжет пересказать ой 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 тихо моего любимого японского режиссера такеши китана китана как майкл китон только такеши китан такеши китан затаичи тоже прекрасный много чего можно обсудить отличный поймастер спасибо большое ой еще раз ммм кодокс и откуда не беспокоились раздадать AdWFD может более желают кто то до этого двух дорогами прав IQ даже это вообще кому мы так попоку ils я в я Технику съемки. Я там Behind the Sins пересмотрю все. Келебрыч, тебе придется там обсуждать мотивацию персонажей. Да, как раскрыты они, и как герои. И грамотность образов вообще. Насколько по-голебудски экшен снят? Не, не, вот в таких фильмах мотивация персонажей абсолютно понятна, потому что я бы лично был бы мотивирован тем же самым вполне. Так. Мне нужно все это вписать. Солод, переходи к пляжу. Да, давай, рассказывай про пляж. Да, в общем-то, пляж это фильм Дэнни Бойла, который вышел в 2000 году. Снимается в главной роли Ди Каприо. Хотя изначально Дэнни Бойл хотел взять на главную роль Юэна МакГрегора, с которым он работал несколько лет назад над фильмом На игле он, по-моему, называется, в русском прокате Трейнспот. Да. Да. Но студия, короче, навязала, ну, она, в принципе, решила за Дэнни Бойла, короче, типа, все, берем Ди Каприо. Из-за этого Юэн МакГрегор поссорился с Дэнни Бойлом, и они много-много лет не общались. Но сейчас они вроде помирились, и там что-то вроде бы речь ходит о том, что они должны порно снять. Ну, то есть фильм порно. Между собой. Между собой, да. Но, в общем-то, да, главную роль получил Ди Каприо, причем я что-то там начитал, прикиньте, ему заплатили 20 миллионов. Ну, так он был в тренде. Ну, Ди Каприо заплатили 20 миллионов за съемку в пляже. Ну, он, как, он был, конечно, в тренде люто, потому что там до этого вышел Титаник, но Титаник был где-то 4, что ли, года назад, по-моему, в 96-м, а это все-таки 2000-й. И Ди Каприо очень мало снимался в этот промежуток. Я вообще посмотрел, как это, фильмографию Ди Каприо, и у него там, знаете, один фильм в год, один фильм в два года. Короче, он такой довольно избирательный тип, не то, что Келебрич. И, в общем-то... Слышь, я самый избирательный из всех говноедов. Да, он ни в одном фильме не снялся вообще. Хорошо, да, говно были по сценарию. Не, я по рекламе снялся. Ди Каприо избирательный иначе. В общем-то, фильм «Пляж», он про Ричарда. И это все, что мы узнаем о главном герое. То есть, начинается все с закадрового голоса Ди Каприо, который представляется, а потом говорит, о чем еще рассказать, что там, про мою семью надо рассказать? Ничего не буду рассказывать. Все. Он прилетает в Бангог, потому что хочет путешествовать, короче, туризм. Его интересует туризм, причем экстремальный. Но экстремальный не в смысле он там хочет на лыжах кататься, а небезопасный, скажем так. Поэтому, когда ему предлагают пойти выпить кровь змеи, он, в принципе, недолго думая, соглашается. И он становится в полном таком сраче, там, отель какой-то ужаснейший, где к нему в номер, грубо говоря, вламывается психопат. Ну, какой-то такой чокнутый чувачок по имени Даффи. Даффи Дак. Ну, в основном случае, это такая отсылочка. Потому что потом там еще будет Бакс Бани. И он рассказывает Ди Каприо в каком-то таком пьяном угаре про пляж некий, на котором прямо рай. Рай людской. И, ну, Ди Каприо ему толком не верит, но на следующий день он находит у себя там на двери в отель карту. Карту, где указан этот пляж. Он заходит в соседний номер, а там этот Даффи мертвый, потому что он зарезался. Ну, он был какой-то такой немножко... Не от мира сего, в общем-то. И Ди Каприо решает все, надо ехать на этот пляж. Он зовет своих соседей, а там какая-то молодая влюбленная пара французов. Ну, то есть парень и девушка. И они втроем отправляются на этот остров. Но туда их никто не хочет перевозить, поэтому они приплывают на соседний, а потом плывут уже непосредственно так сами. кролем, скажем так, до этого острова. И выходят на поля конопли, такие радостные, о боже, мы реально в раю. Но, по-моему, и дебилу понятно, что раз ты находишь такой остров, то где-то там рядом, ну, не наркобароны, но, в общем-то, ребята с автоматами, которые всем этим делом заправляют. Причем, да, прости, переведу, там не поля конопли, а грядки, систематизированные весьма. Я не знаю, почему все, кто попадают на это поле, начинают истерически орать, радоваться. Там очевидно, что грядки. Ну да, да, и у меня тоже как бы первая мысль, блин, ребят, сейчас кто-то придет, сейчас тут должны быть ребята с автоматами. Нам вот тут на яйцо ангела закинули. Да, я уже не первый раз причем. Звучит очень странно. Нам закинули на яйцо ангела 300 рублей. И, в общем-то, главные герои замечают людей с автоматами и кое-как от них убегают и попадают вот в некое общество туристов, которые живут на этом острове, у них там самодостаточность, то есть они сами все производят и иногда плавают на остров, чтобы, ну, там, закупиться какими-то вещами, типа мыло и прочей фигни. И вроде бы все хорошо, фильм вообще такой же жизнерадостный, все как бы, ну, единственный, вот этот напряженный момент с автоматами был, но вроде обошлось, потому что Ди Каприо прыснул из бутылки воды на мартышку и та убежала. Причем Ленка сказала, что она бы не додумалась так сделать. Мартышка должна была заорать, я не понял, почему она замолчала. Она заорала и убежала. Ну ладно. Почему чуваки на ее ор не пришли? Не знаю, потому что хрен его знает. Ну, в общем-то, пронесло. Но здесь вообще очень странная фигня с этими ребятами с автоматами, потому что фильм нереалистичный, на мой взгляд. Очень нереалистичный. Ну, это ты еще расскажешь отдельно. Да, это я еще... То есть я верю, что он нереалистичный, но ты это расскажешь отдельно. И, в общем-то, Ди Каприо он до этого еще карту оставил каким-то ребятам, с которыми только познакомился. Так что, в общем-то, кто-то еще с большой земли знает, где этот остров. И, ну, вроде изначально все хорошо, но в итоге там начинаются небольшие измены, там бла-бла-бла. Но в какой-то момент героям надо отправиться на остров, как раз затариться продуктами. И Ди Каприо отправляется вместе с Сэл. Сэл – это предводительница, старейшина, скажем так. Это Тильда Свинтон. Это Тильда Свинтон, да, страшная. Причем нормальная еще Тильда Свинтон. Меня это очень удивило. Она в человеческом образе. Ну да, да, хорошо. Она не сильно еще страшная, но... Мы кусали, видимо, она разлагаться лицом не начала на этот момент. Не, ну мы-то знаем, во что она превратилась, поэтому потенциально с ней уже нельзя мутить. Потому что, ну, мы знаем, что будет. Но Ди Каприо-то не знал. Ну, Ди Каприо не знал, да. И когда они возвращаются, Ди Каприо случайно натыкается на этих ребят, которым он карту оставил. И они выдают, что карта есть. А Тильда Свинтон такая, слышь, ты урод, ты сказал, что карту ты уничтожил, никто не должен узнать об этом месте. Пошли трахаться. Типа того, да. Поэтому фильм нереалистичнее. Нет, не поэтому. Они, в общем-то, ну, грубо говоря, у них есть секс. Потом, то есть и секс он такой, типа Тильда Свинтон, она хотела с Ди Каприо переспать. И за это она как бы не расскажет о том, что он карту оставил. Но она ему говорит, чтобы он от этих ребят избавился, чтобы они ни в коем случае не переплыли на остров. Они в итоге переплывают. Смотри, да, он не говорит им. Он ей-то про карту не говорит. Ну, сначала не говорит, но она выясняет, что карта у них есть. То есть там, ну, я... Она говорит, ты показывал карту? Говорит, нет, я... Ну, то есть я показывал, он говорит, ты делал копию? Нет. А потом же выясняется то, что копия-то все-таки есть. Там же вот... Ну, да, и поэтому она и говорит, чтобы он отслеживал, когда они приплывут, чтобы он забрал карту. Как бы я... Ну, это не... Они уже приплыли. Они уже приплыли. И тогда она ему говорит, типа, забери у них карту. Не, ну, они приплыли на соседний остров. Тогда она сказала забрать карту. Да не нас тратили, все смотрели фильм, это было домашнее задание. Зачем мы вообще... Короче, в общем, они приплывают, их расстреливают, и эти ребята с автоматами выясняют, короче, где происходит... Где живут вот эти поселенцы. Хотя, блин, какого хера они не знали до этого, где они жили и все такое. Они же вроде и разрешили им остаться. Они знают, где они живут. Они сразу к ним целенаправленно приходят после этого. Почему они... Ну, да, потому что люди... новые прибыли. И, в общем-то, там такая, типа, напряженная сцена. Ди Каприо пытается... Тилда Свинтон пытается застрелить. И, типа, тогда все наладится. Она стреляет, но... Пули нет в пистолете. И все сваливают с этого острова. Бла-бла-бла. Типа, хэппи-энд. Я в этом разговоре упустил только единственный момент. Ди Каприо посреди фильма сошел с ума. Он реально превратился в этого Дайфи. И, ну, упоролся там Рэмбо-стайл. Просто что-то бегал там. Там спер, блин, повязку. Что-то накрутил ее себе на голову. Из автомата там пытался немножко стрелять. Короче, реально упоролся. И нам не показывают, почему. То есть, судя по тому, что происходит, ощущение, что он либо накурился, либо он грибов обожрался. Но... Вообще, я думаю, что это просто оставили за кадром. Я не уверен, есть ли у пляжа первоисточник. Но, в принципе, учитывая, что там недавно было на Игле, и учитывая, что такую общую специфику конопли, мне кажется, там показано типа последствия. И Ди Каприо много курил, но это остается как бы за кадром в контексте. Ну, на мой взгляд... начинается... Я не знаю, это какое-то вдохновление Фар Края. Ну, он нам и в комментариях так пишет. Ну, как того, да. И, в общем-то, чем фильм не реалистичен, никого бы с этого острова ни за что не отпустили. И вообще, на самом деле, никого бы изначально туда не впустили, когда есть ребята с автоматами, никакой райский пляж рядом быть не может. Это противоречит всем законам здравого смысла и ведения наркобизнеса. Поэтому, ну, их бы всех перестреляли, и никакого хэппи-энда бы не было. А он есть. Ну, да, можно так сказать. Хорошо, по-моему, мои претензии к экипажу более обоснованы, если честно. Ну, ладно. Ну, да, есть такое допущение, действительно, и возможно. Но там же такой специфический у них лидер. Давайте разберёмся с главным. Главная проблема этого фильма в том, что у него рейтинг кинокритиков 4 из 10. Рейтинг пользователей стремится к восьмёрке, если не к девятке. Почему? Что не так? Откуда это пошло? И почему нам вообще профорсили этот фильм? Давайте разбираться. Давайте. Потому что я, например, на стороне критиков, скорее. Тебе не понравилось? Меня не заинтересовал этот фильм вообще. Вот я его посмотрел, такой, ну и что как бы. Ну, то есть, чувак приехал, там, на этот остров отдохнул, уехал, можно так сказать. Вот. Я просто, может быть, меня не влечёт вот такой вот экстремальный туризм, поэтому я как-то героя не особо понимал, что он там остался на этом пляжу. И в целом, как-то, не сказать, что сюжетная линия как-то меня зацепила. Ну, то есть... Ну, я согласен. Мотивации очень спорные у Ди Каприо и вообще у всех там присутствующих. И, ну, это действительно, вот, как Вася сказал, приехал, потусил, уехал. А, знаете, вот как раз... Да, договаривай. Не, ну, в смысле, никакого события толком и не произошло. Вот, да, и в этом как раз главная проблема фильма. И я не знаю, почему он нравится вообще... Ну, точнее, я понимаю, почему он нравится людям, но вот в этом прям дыра, которую замечают, мне кажется, все, кто более-менее шарит в кино. У фильма нет структуры персонажа от и до. Нет путешествия персонажа. Есть очень такой какой-то внезапный щелчок в конце, когда в самом финале Ди Каприо сваливает с пляжа и он открывает почту, причем там очень видно, что, значит, сначала кадры такие грязные, какие-то, он там не причесан, и потом в конце абсолютно стерильное помещение. Первый раз тебе показывают, по-моему, вообще цивилизованное общество днем, такое хорошее, приличное, все сидят за компьютерами, он открывает почту, идти по к родителям, и все хорошо, и немножко он отпустил его, этот экстремальный туризм. Но нету никакого развития характера вообще, и нету никакой мотивации у героя вообще, кроме того, что он хочет долбить и радоваться жизни. И это смотрится, ну, как бы, очень отстойно. И критики, я думаю, они очень любят, когда все хорошо и все по правилам, и, скорее всего, они поэтому, в первую очередь, фильм заругали, потому что, ну, как бы, где вообще, где кульминация, где все остальное, непонятно. Ну, там действительно как-то, ну, вот там, конечно, происходит что-то, да, то есть там, ой, акула на него нападает, потом акула на других там нападает. Ну, да, нам показывают, что вот эти вот общества, да, которые на этом пляже, оно тоже, ну, не скажем так, не светлое, как и то, от которого они убежали. То есть, все равно они там у этого берут умирающего человека, просто относят в лес, чтобы он не мешал им развлекаться. Ну, как бы, чем это их отличает от тех паразитов, которые живут в городе, например? Ничем, по-моему, точно так же они выглядят там. Да! Порвало чат от камин-аута какого-то. Я тоже не хочу сказать, ну, ладно. Ну, да, в донатах, но понятно, что это неплохой игрок писал. Понятно. Да, продолжи. Да я еще не начал. Начинай. Начинай. Я про то, что, ну, в фильме, да, вроде бы чувствуются некие такие намеки на утопию и на все такое, но раскрыта она херово. И глупостей совершается, ну, очень много. приведи пример акулу, все просят. Ты ее упустил при пересказе. А ну, человек с акулой. В смысле? А, человек, которого покусала акула. И? Что я должен про него сказать? Пример глупости. фелебрики? Хорошо. Давай ты тогда объясняй, раз ты понял. Есть, да, примеры, то есть, по сути, весь конфликт фильма, условный конфликт, который работает плохо и не стреляет это общество, которое пытается построить Тильда Суинтон. И общество это как раз жертвует чем-то, что вслух говорит Ди Каприо, как бы я тебя понимаю, нужно жертвовать чем-то, если хочешь жить в раю. Это идет градацией от большого к сложному. Сначала Ди Каприо видит, как чуваку, у которого зубная боль, с мясом выдирают просто зуб к херам собачьим. И Ди Каприо, да, это правильно, все хорошо. Потом чувака покусала акула и его просто берут и уносят в лес, чтобы он там сдох. Тоже не мешается никому, нужно чем-то жертвовать. И достигает это пиковой точки, когда Тильда Суинтон в конце готова пожертвовать Ди Каприо, представляет ему пушку-колбой, играет с ним в русскую рулетку. И когда все видят и все понимают эту жертву, все сваливают с пляжа. Вот как бы, я так понимаю, что основная концепция, которую Бойл пытался подать, это вот эта вот жертвенность во имя великого идеала. Стандартная тема, которая чуть ли не в отчмане еще начинается, стоит ли счастье всех слезы ребенка. Ну да, да, понятно, только оно ни хера не работает, потому что в итоге все короче, да ну нахер этот пляж, все валим отсюда. И я даже про примеры глупости, ну не про акулу, а про, например, в начале, когда он карту перерисовывает, он даже говорит, ну блин, это было глупостью, но я типа тогда этого не понимал. Но в целом мотивация, зачем, зачем ему перерисовывать карту ребятам, с которыми он только что познакомился, он, если уж на то пошло, он тупо мог их позвать сразу с собой. Они уже рядом, то есть у них уже там завтра они плывут на этот остров, ну позови ты их, нахера тебе перерисовывать карту. И он прям говорит, да, это глупость. И да, это глупость, это прям сюжетная глупость. То есть то, что вы ее озвучили как глупость, не делает ее меньшей глупостью. Поэтому нахер надо. Ой, тут прилетело. Именно прилетело, да. Посмотрим наконец-то. По-моему, это будет первая Justice League, которую я посмотрю вообще, я смотрел только про Бэтмена на полнометражке. Ладно. Я думал, ты про могилу Светлячка говоришь. Нет, там следующий. Да, я видел уже. Да. И Гангерл говорят, чтоб ты обновил. А что-то я вроде все пересчитал. Напишите, пожалуйста, в чате, где я там накосячил с Гангерл. Что я упустил? Мне сложно включиться просто. Да, сюжетная глупость. Что еще? Ну вот, у нас тут Хрим КМ расписал прям неудовлетворенный жизнью мальчик, не реализовавший себя нигде, оказывается в новом месте, где его никто не знает, и он начинает новую жизнь, где пытается что-то достичь восстановления героя в новом мире. А потом избаланный мальчик возвращается в свой стерильный мир. Наверное, как-то в плане мотивации героя, но имха у Бойла не получилось. Вот да, у Бойла реально не получилось. Я уж не знаю, как бы он в этом виноват или сценарист, а сценарист вроде кто-то другой. Причем меня реально... Да, Алекс Гарлан. А, это по книге. По книге, да. Причем меня реально вот в один момент фильм попытался затянуть прям. Вот когда Ди Каприо... Попытался затянуть. Да. Когда вот он начал там, ну вот момент, где он там в видеоигре начинает бегать и все такое, и он видит, что вот эти вот сожители против него там что-то говорят, ну типа, что он там плохой, дурак, что он бегает там один по этому... Ну где-то по ночам он, наверное, у нас еду ворует и он начинает строить ловушки. Я подумал, вот, смотри, то есть он убежал от общества, да, от одного, типа, все, я наконец-то свободен, а потом он понял, что и вот в это общество, в которое он новый попал, в общество свободных, он и тут не свободен и он от них тоже опять убежал и сейчас он еще там будет против них какую-то кровавую войну развязывать. Но все оказалось... Вот я ждал кровавой войны, вот я тоже ждал, а в итоге там просто один мужик провалился в яму и все. Да, мне кажется, ее все ждали, а это как бы, ну, так как бы и было для этого все сделано, потому что, блин, господи, он даже автомат берет и вроде он уже нацеливается, чтобы выстрелить, но он такой только голосом, ну, так рутом так пау и все. Причем охренительно напряженная сцена, вообще прям балдеж. Медленно берет этот автомат, подносит и показывает прям очень долгим, длинным наездом, он такой палец по... Отлично, прям конфета вообще. Но без мотива. Я не могу не обратить на это внимание у списка Шиндлера 1488. Спасибо, ребят. Заодно, пока уж на секунду, давайте разобрались с сценарием. Я так понимаю, мы все сходимся с тем, что он нам не очень нравится, да? Сценарий этого фильма. Отлично. Значит, Могила Светлячков, у нас появилась прекрасный мультик японский, продолжаем тему японской анимации, всем нужно смотреть японскую анимацию, я расскажу еще... Могила Светлячка это про... Нет, по-моему, не про Хиросиму. А, про Хиросиму, да? А, все понятно. Еще у нас появилась... Да, еще у нас появилась тетрадь смерти, скромненькая, которую я лично смотрел. Сериал весь. Весь. Давайте посчитаем полнометражку первую, например. Будет повод... Видите, полнометражку. Да, дораму? Ну, блин, я не знаю, они все отстой, по-моему. Чувак кинул, почему бы нет? Ну, И что-то еще здесь проскольчило, но я уже забыл и... Неважно. Хорошо. Но, с другой стороны, возвращаясь к пеклу... Возвращаясь к пеклу? При этом режиссура-то у фильма охерительная. Вот кто бы что ни говорил. Сценарий провисает, сценарий непонятный, но я понимаю, почему люди этот фильм любят и почему его агрессивно форсят. Он снят блестяще. Дэнни Бойл охерительный режиссер. И он прям вот из тех режиссеров, которых я очень люблю, которые запариваются по поводу каждого абсолютно кадра и все время ищут, как интересно и вкусно что-то подать. Это же вообще бомба. Вам как, нет? Нет, я совершенно согласен. Снято охерительно. Дэнни Бойл красавчик. Он умеет снимать, не зря ему дали Оскар. Они причем заморочились, они приехали на эти острова и перекопали, короче, весь пляж, потому что им же надо было создать райский пляж. Они там реально просто бульдозерами херачили, понасажали, понасадили, как это правильно сказать? Посадили. Да, кучу пальм, чтобы действительно создать вот иллюзию идеал, идеального острова. А им нужно было пляж сделать, ну, большим, чтобы там можно было играть в футбол. Ну, то есть, условие было такое. И вроде бы все красиво, все, они все сняли, и через какое-то время, короче, был шторм, который размыл все к херам, и все, что они посадили, все это, короче, выплюснулось в море, там, какая-то экологическая катастрофа, короче, просто испортили эти острова. Короче, декабрь сейчас бы не снимался бы в таком. Он же сейчас, наоборот, за климат, за все это. Да, так он может после того за климат. Может быть, да. Что хотел? Чужой, ребята, чужой! Отлично. Что я хотел еще упомянуть по поводу Бойла? А вот ты отметь все-таки, в чем крутость его режиссуры, в чем крутость каждого кадра? Давай, вот, для незначения. Я тебе поздал, я тебе хотел позвонить, я тебе хотел написал, я хотел, чтобы ты вставлял скриншоты по ходу эфира как-то, потому что это очень сложно объяснять на словах, это надо смотреть буквально каждый кадр. Например, отличный пример из самого начала того, как работает режиссура у Дэнни Бойла. Как я уже, кажется, упоминал, есть такое кинематографическое упражнение. Вы берете, пишете какой-то блок, а потом пытаетесь, ну, то есть, диалог, где персонажи разговаривают, а потом делаете то же самое, только убираете нахер все слова и пытаетесь всю ту же самую информацию выдать с помощью какой-то вот чего-то. Ракурса камеры, реплик, положение, не реплик, а в смысле, жестов, положения и так далее. Бойл это используют супер агрессивно. У него абсолютно в каждом кадре сделано это безупречно. Когда первый раз появляется Сильдас Уинтон, она центрирована в кадре, короче, то есть, ты видишь, что просто тёлка лежит, но ты понимаешь, что вот это вот тёлка-то самая королева всего пляжа, и ты понимаешь, это абсолютно бессознательно. А самое крутое, что я заметил у него в самом начале, когда Ди Каприо попадает в полицейский участок, помните, да, такой момент, как раз сдаёт, по-моему, труп, как сделано? Ди Каприо сидит один на пустом широком диване в середине, вот в такой вот позе, короче, а потом показывают реверс-шот, и там человек десять полицейских, и все смотрят тупо в камеру. Охренительно работает, вообще, прям такое давление, и вот щёлкают камеры туда-обратно, и прям такое давление на персонажа, чувствуется, что прямо огнище. Опять же, когда он... Да, я просто вспомнил момент, ну, который вот визуально очень всё это подчёркивает, когда приходит этот черномазый, который по всем законам жанра должен был умереть первым, но почему-то пострадали бедные финны или шведы, кто там, которых акула покусала, шведы, по-моему, когда он приходит в Ди Каприо, а тот там такой обдолбанный в углу сидит в тени, и он вроде его к свету выводит, когда подглядывают, типа, за обществом, которое там обсуждает его, как раз, что говорят, что он... И про то, что камера удаляется там в этом... И про то, что камера удаляется, и про то, что Ди Каприо, он смотрит в это общество, да, и ему свет на глаза, и он как бы, ну, он видит, вот там общество, оно светлое, но он потом такой, типа, не, и он отходит в тень, и всё, вот этот свет, который только что подсвечивал его лицо, всё, его больше нет. Причём, я тебе больше скажу, там всё-таки стоит небольшой светильничек слева, чтобы он не ушёл совсем в темноту, и там контур его лица такой высвечивается немножко. Да, очень стильно сделано. При этом, большая проблема того, что я не могу назвать, сказать, что у Дэнни Бойла есть почерк. Написали нам в чатик сейчас, что Дэнни Бойл умеет снимать, крутой режиссёр со своим почерком и стилем. Как ни стараюсь, не могу выделить некий почерк, и некую отличительную фишку у Дэнни Бойла. Просто он действительно очень грамотный, очень круто использует кинематографию. Я бы сказал, что пляж в том числе интересно смотреть, потому что он расщепляется на миллион маленьких сюжетиков постоянно. Сюжетик про то, как Декаприо обустраивается, про то, как к нему приходят просить, оставлять заявки, чтобы он привёл что-то с острова, про то, как он попадает в шторм, про то, как они плывут. Это всё отличные эпизоды, прям эпизодики короткие, каждый по себе безупречен. Вопрос в том, что у него не удалось сложить это в общую картину. Вспомните, кстати, как классно сделан момент, когда они переплывали с одного острова на другой. С акулой? С акулой? Да, да, просто тоже так атмосферно, так круто и так подано, что от первого лица камера и акулы вот вкусно очень. Ну, я думаю, все смотрели, там Декаприо разыграли на тему того, что девушка пропала, её вроде как утащили акулы, и причём сначала говорят, что чувак, там акула, потом они типа хрен с ним, поплыли дальше, что ты меня пугаешь, нам это сейчас не поможет. Наша тёлочка пропала, о чёрт, а потом показывают, как мешок всплыл, и потом показывают от первого лица акулу, которая ещё плывёт к Декаприо, и это оказывается тёлочкой, а они его обманули. Но просто вот по такому принципу работает всё кино, от и до. Сначала экспозиция небольшая, по тему того, что так, у нас есть проблема, у нас есть цель, есть проблема. Потом что-то происходит, потом ещё что-то происходит, потом, ну то есть, блин, Бойл прекрасный, и вот я когда смотрел «Пляж», несмотря на то, что мне не очень понравился его сюжет, я дико забалдел с каждого абсолютного эпизода, который там происходил, вот буквально со всего. Я сидел с шарами на выкате, думаю, господи, где же ты был всю мою жизнь, надо срочно пересмотреть фильмографию Бойла. Не, ну он хорош, он реально хорош. Тут пишет классный комментарий, от лица акулы вкусно очень. Ну да. На телефонит. Ну да, Дэнни Бойл, действительно, я говорю, не зря ему дали «Оскар», хотя, с другой стороны, вот, например, «127 часов» мне люто не понравился. А мне вот этот «Черный лебедь», например, не вкатил вообще. Он не его. Какой-то Ароновский. Да, это Ароновский. Ароновский. Это те два. Мы нашли еще пары. Как обычно, «Оскар». А я, знаете, с Тони Скоттом, который не Ридли, а второй, как же его зовут-то? Тони. С Тони Скоттом. Не знаю, почему на Дэнни Бойла я путаю с Тони Скоттом. У них какая-то, знаешь, они оба снимают достаточно динамично, рвано, у них как бы нет длинных планов, но при этом у них каждый план короткий и выверенный. И поэтому... Тони Скотт уже не снимают. Я знаю, но как бы, увы. Еще, кстати, вот это интересный момент, почему пляж может очень нравиться зрителям, потому что чем более четко вы используете вот эти правила кинематографии, тем быстрее можно считать кадр подсознательно и понять вообще, что в нем происходит. Как я говорил, Тильду с Уинтон показывают, когда первый раз она возникает в кадре, буквально там 5 секунд, и ты все понимаешь по ее поводу, просто потому что так выстроена композиция кадра. Это я закидываю удочку на паприку, которую мы еще будем обсуждать дальше. Да. И еще, возможно, возможно, фильм так понравился, просто потому что там есть Ди Каприо. То есть, возможно, ставка студии, да, сыграла после Титаника Ди Каприо. Ди Каприо, как бы, в момент Титаника он был, ну, самым популярным актером в мире, и такого хайпа вокруг него не было больше никогда, и, скорее всего, никогда больше не будет. Даже когда он Оскар получил, это ничто в сравнении с тем, какой хайп был во время Титаника. Потому что Титаник, это просто, ну, писец какой фильм, монументальный, именно в плане вот хайпа. Потому что Шумиха была просто чудовищной из-за того, что в начале Кемерон, он, во-первых, в бюджет не укладывался, его за это начали ругать, во-вторых, ругали за то, что он из фильма Катастрофы делал любовную историю, то есть, это еще на стадии съемок уже все хайли, то есть, он в очень таких сложных условиях снимался фильм из-за внешнего давления. И в итоге, на самом деле, если вы посмотрите рейтинг Титаника, то он не очень большой, в самом случае, от критиков. То есть, он там где-то в районе 60, наверное. Ну, то есть, это не шедевр. Но его столько народу посмотрело, и столько народу он понравился, что, ну, вот, Ди Каприо, как бы, блин, его не номинировали тогда на Оскар, и реально тысячи, просто тысячи, я не помню конкретное число, писали в киноакадемию, отсылали письма с тем, какого хера вы не номинировали Ди Каприо, что вообще за говно, как вы можете считаться в киноакадемии. Вы ничего не понимаете в кино, не то что я. Да, может, ну, Ди Каприо сыграл-то хорошо, хотя нам вроде писали, что его на Малину тут номинировали, но я не знаю, за что его, за что его там номинировать, сыграл-то он, ну, нормально. В пляжу? В смысле, в пляжу? Ну, как бы, да, Ди Каприо, типичный Ди Каприо, актер, который очень старается играть. Есть такая классификация, Камбербэтч в нее уже попадает, например, актер, который всегда очень старается играть, и по нему видно вообще. Не то, чтобы это было плохо, но просто. Вот так. Что мы обсудили? Мы не коснулись никак темы галлюциногенных грибов, в смысле режиссерского, вот этого, когда начинается вообще там такой, знаете, вот от первого лица пробежка по лесу, как по игровому автомату, когда на тебя нападают тигры. как бы, ну, да, я в начале фильма говорил, что трава, но на самом деле, конечно, галлюциногенные грибы меня поправили в чатике. Слышь, я ни разу не ездил в Таиланд, не надо мне здесь, нет в России грибов. Вот. Но Келебрич очень хочет. Их не выращиваю. Поэтому донатиму на поездку. На поездку в Таиланд неплохо. Вот. И я, знаете, что вспомнил, когда я смотрел вот этот фильм, вот этот кусок, я вспомнил Южный парк за дракончиком сценку. Ну, скорее, Южный парк это уже потом значительно было. Ну, да. Да. Ну, вот мне показалось, что не знаю, почему мне это вызвало такие ассоциации, но в целом было очень похоже на мой взгляд. Мне почти вспомнился именно Crash Bandicoot. Там очень интерфейс похожий. Мне тоже Bandicoot вспомнился. Но, на самом деле, я что-то читал, там какая-то козу и что-то такое. А, Банжа Казуя или что-то типа того. Есть такая игра, да. Вы не знаете ее. Никто, скорее всего. Каркозавр 1488 оставил замечательный комментарий. Да, это воображение. Но, как бы, да. Все будут думать, что да. Просто нельзя было уже тогда. Да, весь пляж, короче, был приходом в Таиланде. На самом деле, Ди Каприо сидит сейчас перед аквариумом со змеями. Просыпается такой блед. После крови. Да, после того, как кровь выпил. Кстати, блин, он там так кривляется, что у меня такое ощущение, зная Ди Каприо, он, наверное, кровь настоящую пил. Ну, вполне может быть. Вполне. говорят, что все знают Банжу Козуи. Да. И зря вы недооцениваете наших пользователей. Ну что, у меня лично кончилось все, что я хотел сказать по пляжу. Я удивлен, что мы вообще так много про него сумели сказать, потому что я когда смотрел такой вот фильм, такой, ну да, ну, ну и что тут, как бы даже. То есть, понимаешь, даже в этом «Воскрешай мертвецов» там был побольше и трип, условно назовем так. и съемки вот эти вот, как бы реверсивные. Субъективно, мне Скорсезе нравится больше, чем Дэнни Бойл. Это да. Кто против-то? Пожалуйста. Не жалко. Хорошо. И что у нас? Появились «Дитя-чудовище», чтобы это ни было. И все, продолжает форситься могила светлячков. Итак, у нас... А, ну все понятно, у нас установился два лидера, причем два лидера интересных и хороших. Это «Джастис Лиг», «Флэшпоинт Парадокс» и «Бегущий по лезвию». Мне кажется... паприка Тинтабраса, она вот прям вот... 39 секунд ей добавь и короче... 39 добавь, и она вырвется. Блин, блин, вот да, слишком опасно. Что-то я начинаю бояться. Я бы сказал, мы даже не бегущий, вот мы сейчас бегаем по лезвию, по очень тонкому лезвию. Слушай, ладно, хуже, чем «Распутное детство», я думаю, она не будет. Ну, ты знаешь, главная проблема Тинтабраса в том, что он снимает плохие фильмы. Просто самим... А «Распутное детство» ёпрст, был очень хорошим фильмом. Прям вот... Шедевр. Он был очень плохим, а Тинтабрас снимает недостаточно плохие фильмы. Но хорошо. О чём мы? Давайте переходить к следующему... Давай к паприке. Эта паприка не Тинтабраса. Ну что, кто? Я... Ну ты, наверное, ты её форсил очень сильно активно. Давай. Паприка божественная. Просто... Я настаиваю, что даже если вы сейчас не посмотрели паприку на нынешний момент, вам нужно сесть и посмотреть её. Причём посмотреть, прям впялившись в монитор, не моргая и не отрываясь. И на то есть ещё... между сцен прекрасны, но сны не доходят до чистого сюра, отчего всё, что выходит за рамки, выглядит естественным. Может, проблема только у меня, поскольку мои сны предельно реалистичны. Агент Параны лучше показал сюр, который проник в реальность. На кислород 2008. Оп! И кислород падает на вторую строчку. Я бы сказал, вырывается, а не падает. вырывается, взбирается. Вот теперь опять... Сейчас будет офигенно, если у нас будет, блин, на следующую неделю кислород и паприка. Это будет больно, ребят. Ну, я говорю, что кислород очень интересное кино, но смотреть его будет больно. Так вот, итак, паприка. Главный хайп вокруг паприки, какой, в принципе, вообще разводится на тему того, что Кристофер Нолан украл всё из паприки для своего фильма «Инцепшн». Всё или не всё, но вот есть. И некоторые аллюзии и отсылки настолько очевидны, что прям, ну, нельзя с ними спорить. Очевидно, что взято оттуда. Причём, сам Нолан есть некая комическая конференция, на которой я просто лазил в форумы, и одни люди говорят, на такой-то конференции Кристофер Нолан сказал, что он ничего не знал про паприку. Это чушь, и это немыслимо. В других местах говорят, что Кристофер Нолан называл паприку источником вдохновения, и тоже немыслимо. Ну, то есть, как бы мыслимо-мыслимо, но... Да? Ну, я могу, как бы, отмазать Нолана, на самом деле, но я уверен, что фильм он видел. Сцена в коридоре. Ну, сцена в коридоре, вот я бы ее не назвал, меня больше смутил вот один момент, который прям, ну, вот точно взят оттуда, это момент с лифтом. То есть, когда... Ну, с зеркалом, что именно? Зеркало, оно такое вот спорное, с одной стороны, вроде бы, да, с другой, у Нолана, оно сделано по-своему. То есть, в принципе, он мог просто придумать тоже, ну, вот так. Но момент с лифтом, он прям конкретно взят, потому что, ну, разный этаж, это разные воспоминания. В Inception это то же самое. То есть, вот этот момент прям один в один. Но, с другой стороны, какие именно претензии к Нолану есть вообще, что он слезал все с паприки? Вот какие? Что он идею со снами, что ли, взял, или что? Я думаю, далеко не первая паприка в этом плане. Вот в том и суть. Ты знаешь, там такая, да, тема просто, это расхайпленный спор, на тему того, что Нолан гений и просто в такую вот противоречие ставят. Ни хера не гений, все украл с паприки. Понятно, что не все, и понятно, что на самом деле, правда, где-то посередине он придумал много очень своего. Я больше скажу, что он не мог сделать паприку вообще никак, анатомически, к этому я еще перейду. Но действительно, одни говорят, что Нолан супер-гений, вторые говорят, что, ребят, было заимствование. Было 6 лет между паприкой и этим, а этого более чем достаточно для того, чтобы разработать сценарий, полностью взяв чужую идею. Было так или не было, это уже дело 50-е. Я еще раз тебе могу сказать. Во-первых, Нолан придумал фильм «Инсепшн» задолго вообще до паприки. Спорное утверждение. Хорошо, хорошо. Хорошо, спорное утверждение. Но в основном случае такая инфа ходила из-за того, ну, он придумал его давно, но он знал, что он не сможет снять его, ну, то есть он знал, что это будет крупнобюджетный фильм. Иначе, ну, никак. Но вообще техника совместного сна, мне папа про нее рассказывал, когда мне было лет 12, а он про нее узнал, когда он служил в армии. То есть это было лет 30 назад. То есть техника совместного сна, насколько я знаю, это военная разработка, которой занимались и американцы, и СССР. И, ну, была вот в целом такая попытка тренировать солдат во сне совместно. То есть, ну, я не знаю, насколько это ну, это вообще ну, байка не байка, солдатская байка. Но, как бы она ходила, ну, 30 лет назад. Мне кажется, это байка, знаешь, вдруг такой дембель, дембель, говорит, представь, мы бы круглый день спали и при этом тренировались бы. Солдаты же постоянно хотят поспать там. Не, ну да, но видишь, когда... Ну, еще очень странно, что армейская тема спать совместные сны, ну, как бы, не знаю. Ну, как-то спят в месяц или это один сон. Не, ну, стоп, стоп, в армии, в бараке все спят, как бы, в одном бараке. Там все рядом. Ладно, хорошо. Рик Холби пишет, что Нолан украл байку твоего отца. Ну, не, пускай. Но, я говорю, мой батя, как бы, слышал об этом еще в армии. То есть, ну, 30 лет назад. То есть, сама идея, она была уже давно. Вне зависимости от того, как бы, там, действительно ее развивали или не развивали. То есть, пробовали ли и проводили какие-то эксперименты. Но сама мысль реально давно. Еще до Паприки. Так что, ну, в этом плане, ну, не крадет он ничего. Не, хорошо. Я тоже не в претензии. Я просто говорю о том, что вокруг Паприки хайп начался в первую очередь с выходом начала. Во всяком случае, в моей жизни произошло именно так. Итак, что мы имеем? Паприка – это мультфильм, посвященный совместному сну. Есть некое устройство, которое позволяет людям, одним людям пробираться в сны других людей. И здесь его используют для психологии. Мультфильм снял Сато Сикон, гениальный, на мой взгляд, аниматор, у которого я смотрел почти все, кроме Агента Паранойи. Он совершенно охренительный, и ему посвящен выпуск передачи Every Frame a Painting, Editing Space and Time, называется. Все посмотрите после, кто не посмотрел до, а я буду на него периодически ссылаться сегодня. Итак, сюжет мультфильма заключается в том, что есть некая героиня в самом начале объявляется паприка, которая прямым текстом говорит, что я помогаю как бы чинить сны людям и помогаю разбираться в их головах. Мы смотрим про на то параллельно, как в реальной жизни обсуждают ученые, что украли одну разработку, один экземпляр разработки, которая позволяет проникать в сны. Три виноват, да. Момент заключается в том, что есть некое общее сонное пространство, или как-то его назвать, я не совсем понял, как это работает в фильме, но там все как-то логично по-своему, что ты можешь проникать в головы людей, когда они не спят, и просто обращаться напрямую к их подсознанию каким-то образом, благодаря этой машине, за счет чего все и работает. Я не знаю, какой есть ли смысл дальше пересказывать сюжет, вот прям в деталях, потому что мне кажется, мы так или иначе его разберем более подробно. Есть некая интрига в общем в фильме, кто похитил этот прибор, и что он террорист, он проникает в головы людей и убивает их разными способами. Ну, кстати, интрига для меня сломалась раньше, чем должна была. Давай, рассказывай как, и сразу раскрывай интригу, это было домашнее задание. Дело в том, что, ну вот, когда выяснилось, что этот похититель и террорист это не коллега Гейба Ньюэлла, я сразу начал думать, окей, значит, кто? И выбор мой пал на председателя, потому что он реально постоянно ездил и говорил, ой, зря мы, короче, зря мы, ой, зря, зря, зря мы полезли, ой, что-то очень зря мы это делаем. И как бы я так сразу предположил, что он, и буквально минут через 15 мне говорят, да, это он. ну и как бы. Ну, там вообще, ну, нет, с момента, когда я понял. тебя на это прям тыкают, мне кажется. Мне кажется, тебя прям на это направляют, потому что в начале же, когда говорят о том, что украли, вопрос следующий сразу, что это было? Простите, это я не перевел телефон. Да, нам вон на Дони Дарко закинули 188 рублей, как будто там тоже 1488, что ли, получается? У нас уже 4 1488 в списке, понимаешь? Слушай, а вот смотри, а если они потом в топ выбиваются, мы еще 4 фильма должны будем смотреть? Ну, я думаю, что они выбьются в топ с одинаковым числом просмотров, числом. Я говорю, следующий вопрос, сразу, вы что думаете, что это кто-то из наших? И, ну, ответ такой, да, я думаю, что это кто-то из наших. И все, у тебя круг настолько сужается, что там несложно уже как бы догадаться, кто. И первый раз, когда мне показывают председателя, он сидит спиной, короче, лысый, на коляске, такой, о, профессор Икс! Да, 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 есть такое. То есть, вы видите, Украли у Икс-менов. Да, да, здесь тоже взаимствование, паприка тоже не, как бы, оригинальный продукт. Есть какие-то взаимствования. Ребят, простите, у нас, короче, паприка вырывается на второе место и дублирует кислород с двумя шестистами. Давай мы все это будем смотреть тогда. Нет, давай мы будем оставлять за собой право выбора. Хорошо, хорошо. Так, ну, да, в общем-то выясняется, что этот председатель-то и есть главный злодей, который похитил, потому что он, ну, во-первых, здесь еще какая-то такая аналогия я с Аватаром увидел, но Аватар был позже, по-моему, да, в общем-то, председатель, у него что-то с ногами, он не может ходить. Но во сне он как бы царь боженька, все такое. И у него есть сообщник, молодой парень, тело которого этот председатель хочет вселиться каким-то образом. Я, правда, вот это тоже не совсем понял, как, но вообще паприка, она намного сложнее для восприятия, чем Inception. Inception, ну, скажем так, Inception, он для дебилов, а это здесь реально надо думать, здесь реально надо анализировать. для этих, для конфуциев. Ну, да, типа того. Как и вся японская анимация вообще, ну, то есть, такая хорошая, обстоятельная. Японский подход очень сильно отличается от американского, и когда ты смотришь, ты прям чувствуешь. Ну, понимаешь, мне просто кажется, ну, несмотря на то, что здесь так все накручено, все равно ни один японец при первом просмотре все не поймет. Это не потому, что мы настолько тупые, а просто оно рассчитано на несколько просмотров, на вдумчивое обсуждение там на форумах и прочее. То есть, мне вот это всегда нравится, когда так сделано. Ну, и поэтому мне инцепшн понравился, там тоже концовка такая, которую хочется обсуждать. Здесь обсуждать есть много чего, я опять же, фильм целиком не понял, как и призрак в доспехах, и много раз спрашивали, нет, я еще не посмотрел, ну, не пересмотрел, так что ничего не могу пока сказать. И, в общем-то, да, председатель хочет вселиться в тело этого молодого парня, потому что он молодой, он может ходить, и все. И в то же время председатель еще хочет стать просто королем всех снов. И вот что мне не понравилось в паприке, каким-то хреном сны вторгаются в реальный мир. И вот это уже, ну, такая, как это сказать, то есть мне понравилось, когда сны влияли на людей в реальной жизни, то есть когда они там прыгали откуда-то, когда они начинали чушь нести, то есть это как бы, вот это чистый инцепшн, да, я вижу, что у нас тут на... У нас 5, 14,88 подряд, я робот туда. Да, и у нас еще титобрас куда-то там вырвался. На второе место. Да, на второе место. И, я говорю, что мне понравилось, когда был реальный инцепшн, то есть когда сны диктовали людям, что им, грубо говоря, делать, да, когда они там с балкона прыгали, когда там этот, ну, главный какой-то из окна выпрыгнул, первый вообще на кого повлияло эти сны. То есть это нормально, когда вот сны как-то влияют на твою реальность, но когда сны начинают прорываться в реальность, и у тебя реально какие-то холодильники начинают скакать. То есть вот это... А? Привет, это Япончина? Нет, подожди, подожди, Япончина, это когда они во сне показали, что холодильники скачут, а когда они прорвались в реальный мир, это какой-то парадокс непонятный начинается. Ну куда? На счет чего это они вырвались? Это уже не научно ни хрена. Мне не понравилось. Если это хоть как-то научно объяснено, то вот это вообще непонятно как. Это магия. Слушай, мне кажется, они вообще не претендуют на научность. Как бы фильм вот вообще не про науку совсем, и он не пытается быть реалистичным. Во-первых, он все-таки про науку частично, потому что там как раз проблема того, что наука залезла не туда, куда ей надо вообще. Ну да, мне кажется, изначально фильм очень как бы про реалистичность. Знаешь, понимаешь, надо сломать какие-то правила, которые у него были весь фильм. И по причине не сказано вообще. Она не объяснена. Если нам объясняют, что вот с помощью этого DC-10 или как он там, можно проникать внутрь сна. Окей, нам объяснили за счет этого. Нам объяснили, что там связываться они могут даже без прямого подключения. Нам это объяснили. Но каким образом все вырвалось, нам ни хрена не пояснили. Капри Катин-то, браз. И ушел. Да, но и нет, потому что... Трисотно бегущий. Эй, 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 ребят, вы чё? Давай... Нет, это на бегущего по лезвию ты читай вообще. Паприка, you shall not pass. Фу! Это на бегущего по лезвию успокойся. Фу! Спасибо большое, Гендаль. Гендаль, ты белый. Он должен научиться... Бегите, глупцы! Текайте, глупцы. Только проблема в том, что сказали да не сказали. Упоминал профессор в своих речах, что... есть непознанное, в которое наука соваться не должна и не может. И он относится к снам, как к некой другой реальности. И это как раз то, я думаю, что оставлено на второй и третий просмотр. Это как раз точка... которую отстаивает начальник с самого начала и которая в конце оправдывает себя, что сны действительно запретная территория, в которую соваться не надо. Ну, мне вот не понравилось, что они начали прорываться, потому что изначально все было очень реалистично. То есть, есть технология, которую используют для таких-то и таких-то целей. И... Ну, то есть, ее использовали реально на благо. Да, там... То есть, это психотерапия, лечение там с нами и все такое. Просто Нолана ругали в Inception как раз за то, что у него слишком реалистично все во снах. Да. То есть, там есть, ну, вот эти вот преломления улицы, да, в Париже. Там есть зеркала, да, которые там... Ну, в общем-то, вы сами помните. Но, в целом, фильм очень как бы много реальности. То есть, постоянно... Я абсолютно согласен. Это прям проблема начала для меня. Я... Ну, вот, я просто понимаю, зачем так сделано. Там так сделано, чтобы в конце было непонятно, сон это или реальность. Ну, на мой взгляд. То есть, если бы там была какая-нибудь бануха весь фильма, а в конце он приходит к детям и все нормально, то понятно, что, скорее всего, это реальный мир. А тут, когда... Слушай, слушай, я понял. Свою точку зрения, да, но... А вот ты не думал о том, что в Паприке как раз в конце все оказалось сном? Нам не дают на это намек. То есть, ну, у нас даже вопрос, в принципе, такой не ставится. Хорошо. Нет, то есть, возможно, возможно. Если это все сон, тогда все хорошо. Но нам не дают никаких зацепок в роли, вот, волчка, да, для определения, сон это или не сон. И поскольку нам говорят, что все это прорывается в реальный мир, у тебя нет никакого повода не верить главным героям. Поэтому получается, что по идее... Там один раз обманка срабатывает, когда она просыпается. Помнишь, первый раз, ну, у профессора? А потом такая опыта, что сон, один раз это работает, а второй раз ты драйв поправь, люди там ржут, что у нас 15 тысяч на драйв. Вот. Слушайте, ну, вот нас поправляют, Илья Обломов, и он прав, я вспомнил, так действительно было сказано. Не было холодильников в реальности, просто каждый человек на земле видел это, каждый человек на земле заснул и видел этот сон. Говорилось про это, что... А, сыр, откуда в конце? Там же это... Стоп, 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 стоп. Люди не спали, по идее, потому что там же они в какой-то момент говорят, что с помощью DC Mini можно проникать в головы даже не спящих людей. Ну, да. А как тогда, ну, если они не спят... Проспроекцировали реальность в головы не спящих людей. То есть это все глюк? Ну, да. Ну, блин, наверное... Разрушения, которые остались после этого тогда, вопрос. Когда все заканчивается? Там же город взорван, все разрушено. Слушайте, проблема в том, что мы сейчас с вами обсуждаем суперспорный момент после первого просмотра. Просто вот по памяти того, что мы запомнили, бесполезно. Давайте просто уйдем с этой темы, потому что люди говорят против, все люди говорят за. Пусть каждый думает, что считает нужным. Держи паприку. Из немецзаковских полнометражек здесь. Лучшая музыка, что я слышал. Донат на вампириум Тирде. Бладлост. 2000. Решетка анимологи. Анимологи. Спасибо большое. Анимологи. Хорошо. Хорошо, спасибо. Ну так вот. Ну так вот. Не, я согласен, Келебрыч. Да, мы действительно спорим о таких вещах, которые надо несколько раз пересматривать и много чего читать. Но я просто высказал то, что мне не понравилось. Даже если... Ну то есть, единственное объяснение хорошее, если это все в итоге сон. Но судя по тому, какая вот концовка, что в конце разрушения есть, но все вроде как проснулись, намекает на то, что все это происходило в реальном мире, и мне вот этот момент не понравился. Именно вот с точки зрения, почему мне понравилось у Нолана, у него все реалистично. Меня совершенно не смущало, что у него сны слишком похожи на реальность, но как бы у него тоже было это в принципе объяснено. Ты во сне все равно пытаешься воссоздать реальность, но ты просто, как это сказать, спокойно реагируешь, когда что-то нереальное вокруг происходит. То есть, на самом деле, вот такой вот банухи, которая была в паприке, я никогда не помню своих снах. Я помню нелогичные какие-то поступки. Я помню, как я в каком-то сне всадился в ванную и съезжал на дорогу и на ней ехал. Но это не доходит до градуса того, что происходит. Это был один сон. Остальные были, я вот которые запоминаю, они в целом были обычными. То есть, да, там были какие-то нелогичные аспекты в них, но в целом они как бы не казались мне ну совсем какой-то фантасмагории, которая здесь. Там, правда, говорят, что это типа сон психованного человека. Но вот, например, сон... Нет, там говорят, что глубинный сон. Но еще, Келебрич, Келебрич, я еще хочу как бы в защиту Нолана сказать, почему у него сны были такие реалистичные, тоже объяснено. Он специально искал архитектора этих снов. То есть, это был человек, который создавал реалистичные миры, потому что цель у них была какая? Inception. Подсадить идею. Внедрить идею. И для этого все вокруг должно было быть максимально правдоподобным. Так что это тоже как бы сюжетно объяснено, почему сны без особой банухи. Да хорошо, не жалко, но то объяснено, объяснено. Но для меня это было проблемой. Точно так же, как тебе не понравилось, что сны прорываются в реальность вне зависимости от того, прорывались они или нет, точно так же для меня это было... Ну то есть, начало превосходный фильм. Возможно, возможно, один из лучших развлекательных фильмов в истории кино. Я допускаю такую точку зрения, и я, в принципе, почти с ней согласен. Но, действительно, когда касается вопрос сна, я такой, да что-то, что же за сплошной-то реализм? И что же, как бы, ну, не бывает таких правдоподобных снов, ну, поезд посредине. И вот паприка здесь вырывается вперед в моих глазах очень сильно. Дорогие господа, кто еще не понял, мы все обсуждаем, 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 сны, не сны, не сны, паприка это совершенно потрясающе фантасмагорическое и шизоидное зрелище. Во вступительном интро, которое длится 4 минуты, главные герои перепрыгивают через 5 снов, причем каждая монтажная склика сделана так, что вы вообще не замечаете как бы перехода от одной реальности к другой. В начале там, по-моему, 2 сна, или 3 в самом начале, 2. Здесь 5, и они срыгают постоянно. А когда вы попадаете в реальность в паприке, возможно, это внезапно оказывается нереальность. Вполне такое вероятно. Ни с того ни с сего начинает происходить срань. Сны вмешиваются в друг друга, и это такая каша. Это такой визуальный рай, я не знаю, рай или ад, но это все сделано превосходно. Огромное количество очень крутых приколов сделано в этом мультфильме визуальных. Например, в блогах, если вы найдете тему, я вставил, наверное, один из моих самых любимых моментов, когда паприка, сидя в кафе, к ней начинают приставать двое парней, она выпрыгивает, но там стоит такое витринное зеркало, и она из каждого зеркала выпрыгивает по очереди с немножко другой эмоцией. Очень круто сделано. Обратите внимание на любую монтажную склейку, которые сделаны. Очень круто поданы переходы между реальностями, когда главная героиня идет, 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 опирается на шлагбаум, на жердочку, я хотел сказать, такую, знаете, типа турникет, опирается на нее, и из-под нее эта жердочка уходит, как тряпка, на которую она облокотилась, и она начинает падать с огромной высоты. Это просто балдеж. Это сделано совершенно невероятно на всех уровнях, с потрясающей анимацией, с невероятным количеством кадров в секунду, и я вообще... Не, ну к анимации у нас претензий нет вообще никакой. Там вообще есть одна. Да? Ну давай. Давай. Да. Мне не понравились вкрапления компьютерной графики. Они есть, они заметны, и они, ну на мой взгляд, никак не обоснованы. То есть, возможно, возможно, они есть только во сне. Я вот этот момент не проверял. А какая графика? Там есть моменты реально компьютерной графики, обычно это какие-то пролеты. Их немного, я заметил их всего три или четыре за весь фильм, но они есть. И вот именно реально какие-то пролеты, и ты чувствуешь, что стена перед тобой, которая плывет, она не отрисована. Ну то есть, она, наверное, вообще все на компьютере нарисовано, да? Но вот у этой стены такое ощущение, что она отрендерена, а не краской покрашена. Там есть такие моменты, но мне кажется, это было сделано просто потому, что тряпку нарисовать вот эту изгибающуюся поверхность будет очень сложно, чисто технический момент. Возможно, но мне вот это не очень понравилось. Давай. Очень много пишут про драйв, и я что-то ничего не понимаю. Это 15 тысяч, потому что стоит, я тебе же сказал поправить. Ну не 15 тысяч, но на драйв задонатили. Ааа, где... Бухгалки, бухгалки. Лишний нажал. Хорошо. Так вот. Компьютерная графика – это чистый технический момент, потому что пролеты местами очень нужны. Они создают вот этот эффект потрясающий, сказочный. Не, Келебрич, я как бы не против, но там есть вроде бы такие же пролеты, которые сделаны, условно говоря, вручную. В них либо не чувствуется вот этой компьютерной графики, либо они действительно сделаны как по какой-то другой технологии. Но есть моменты с компьютерной графикой, ну то есть с явной такой компьютерной графикой. Я вот этого не понял. Оно просто нарушает чувство единства. Ты вроде смотришь мультик, и тут хоп, какой-то компьютерный перелет. Ну, хорошо. То есть это как плохие спецэффекты, понимаешь? Мне вот в хардкоре, например, все понравилось, кроме взрыва в конце. Ну то есть не в конце, когда он там в дом заходит, и из этой. Он там вообще, если обратить внимание в хардкоре, если кто-то первый раз будет смотреть, он оружие постоянно меняет, как в игре. То есть у него постоянно какое-то новое. Там хоп, автомат, хоп, там еще что-то. И когда он берет такой, как это, гранатометик, вот от него видно, что они там, один вроде взрыв был настоящий, а один явно компьютерный и очень плохой. Очень-очень плохой. То есть настолько, что лучше бы его не вставляли. Он очень портит ощущение вот этого, того, что ты смотришь вроде реальный фильм. И здесь вот это то же самое было для меня. Ну, может быть. Келебрич, тебе говорят, что на бегущую по лезвию надо еще... Еще на бегущую по лезвию, пародия. А мне сегодня приснилось, что я стоял где-то в Европе и смотрел на очень живописный пейзаж. Потом проснулся и рассказал этот сон сестре своей, и как оказалось, ей снилось равно тоже. А потом я проснулся и оказалось, что это сон во сне. Мой сон спиздил идею Нолана. На Бэтмена пародию, да. Да, но слава богу, она никуда не вырывается. Да, но уже как бы штукарьки, Лебрич. Ты понимаешь, что это значит? Когда-нибудь, да. Что когда-нибудь. Когда-нибудь. Вот, кстати, еще по поводу... Мы забыли про такого персонажа, как детектив. Да мы еще просто не успели до всего добраться, слушать. В паприке столько всего. Ну давай переключимся на детектива, хорошо. Вторая сюжетная линия, помимо похищения этого устройства. Как же она называется-то? Диси мини. Сложно, что ли? Точно, Диси мини. Есть некий детектив, которому паприка помогает. Собственно, момент, который я не очень хотел рассказывать... Я скажу, что паприка это... Да, да, да. Сонная личность. Я не знаю. Момент, который я не очень хотел рассказывать, но который очень крут. В самом начале нам показывают, что есть некая паприка, психолог, которая лечит некого детектива. Кстати, вы упомянули, что момент коридора стилистически украден у Нолана. Коридор, по-моему, у Нолана взял оттуда прям... Очень похож, но, по-моему, он взял не коридор, а падающего чувака лица, которого мы не видим. Вот этот образ, который постоянно в одной и той же позе мелькает, с детьми то же самое абсолютно. Вот очень похоже... Эм... Макс. Тоже... Тоже... Сама началась... Герою справиться... Секундочку, подождите, спускай пролагал. Еще раз повторю, у меня тоже фразу. Келебрыч. Я уже забыл, у меня память, как он сказал. Про чувака падающего, что лица не бит. Чувака падающего, что дети похожи. Чувак падающего в коридоре у детектива постоянно, это прям чисто. Эй! Камон! Но я тебя слышу. Да? А, макс. У меня реально такой, знаешь, Келебрыч говорит, не, ну, чувак в коридоре, это чисто, и говорить продолжает, а звука нет. Как будто скайп его цензурит просто в этот момент. Да, ну, дети, у Нолана абсолютно та же ситуация, которая повторяется из сона в сон, из сона в сон, и врывается постоянно в разные моменты, по-моему, очень похожая вот эта тема взята именно как раз оттуда. Но, так или иначе, детектив, ему помогает править мозги некая паприка, очень клёвая, супер обаятельный персонаж. Я прям сидел и радовался, и все вокруг говорят, что паприка очень крутая, и, по-моему, удалось передать вот это. Вам как? Да, удалось. Ну, просто паприку описывают как девушка мечты. И это работает, я не знаю как, я весь фильм пытался понять, почему я так в неё влюбился, я действительно смотрел, она очень крута, очень женственна, очень мягко разговаривает, красиво, прям балдёж. Что является полной противоположностью врачу, которая на самом деле этой паприкой и является. Постепенно, по ходу фильма, очень тонко, нам сначала говорят, что паприка как бы не настоящая, что она не существует, и музыкальной темой, которая появляется только когда возникает паприка, в один момент нам показывают, что врач такая садится и начинает играть музыкальную тему паприки. И ты такой, ага, что-то значит, и детектив на доктора поглядывает такой, типа, как-то флиртует с ней, и всё, и тебе становится понятно, и в конце это выясняется, что это действительно одна и та же личность. И главная тема мультфильма, на мой взгляд, это как раз достичь гармонии с самим собой, потому что это проявляется в двух сюжетных линиях детектива и вот этой доктора-врача, который... А у Гейба Ньюилла в чём был дискомфорт? Ну, там же как раз концовка-то завязана на них, на врачиху. Ну, на них, но не на нём. У него, мне кажется, всё было однозначно. Нет, у него очень важно, но просто как бы, что с ним связана врачиха, про эту связь. Мне, кстати, очень понравилось, что он толстый. То есть, вот сама эта идея про то, что он жрёт до хера, да, он... Его называют все ребёнком, то есть, ребёнок-гений, который заточён в тело толстяка. Просто я это к чему? Мне кажется, именно вот они подчеркнули то, что он ленивый и, наверное, много любит спать, и только такой человек мог изобрести DC-мини. То есть, аппарат для проникновения в чужие сны, это должен быть какой-то ленивый лежебок, жаробас, который, ну, вот просто любит спать. Так что, я не знаю, ну, специально ли так сделано или нет, но мне показалось это вот очень грамотно, что он толстый. Ну, ты уловил смыслы, понятно. Ну, хорошо, что я хотел ещё сказать, что вот этот момент внутреннего конфликта, он очень круто раскрывается в конце, как раз с помощью, когда сны прорываются в реальность или не прорываются в реальность сны, неважно. Когда паприка и главная героиня начинают взаимодействовать, и вот это прям очень круто, очень мягко мне показалось сделано. Когда паприка начинает внезапно спасать мир и как бы забывает про такое, про простое человеческое, мягко и красиво. Хотя, причём одной фразой, так лаконично такое щёлкает. Ну, я вот не знаю, мне это не очень понравилось, что вроде как паприка это вообще, ну, альтер-эго этого врача, да, это подсознательный вот образ, который в конце прорывается, и они начинают действовать вместе. Это мне напомнило фильм «Трон», который в целом, ну, он такой прикольный, да, красивенький, всё, но в конце, какой там, блин, имя из башки вылетело. Да, сегодня действительно вылетают имена из башки, как зовут? А, Оливия Уайлд. Да, второй «Трон», то есть. Ну, такая, и в реальный мир, короче, из игры попала. То есть, как? Зачем? Почему? То есть, вроде бы всё велось к тому, что... Ну, ты опять со своим вот этим в реальный мир, мы уже выяснили, что там нереальный мир, или... Это уже не важный вопрос, он не подлежит обсуждению. Важно то, что... Кирилл Брючевич не хочет настоять на том, что прям суперфильм по всем фронтам, и вам не может не понравиться. Да я, нет, я не пытаюсь на это настоять, я просто говорю о том, что как бы вот этот момент мы уже, давай не обсуждать. Ты выделяешь претензию, что она прорвалась зачем-то в реальный мир. Это спорный вопрос, который надо отставить в сторону. Ну, хрен с ним. Да. Ты про детектива что-то хотел рассказать? Или всё? Да, в принципе, наверное, что про него сказать? Он играет свою роль в сюжете, и здесь всё хорошо. Я хотел сказать, что... Я не считаю, ты сказал, что паприка — это альтер-эго. Скорее нет. Мне кажется, это подавленная, подсознательная. Есть очень клёвая фраза. У японцев есть классная привычка, которую я очень люблю. Они могут сказать одну фразу за фильм, такие... Всё. Если вы её прослушали, ваши проблемы. Говорят, вам не кажется, что интернет — то же самое, что сны. Место, где изливается подавленное сознание. Была такая фраза сказана в мультфильме. Очень круто про всех комментаторов в интернете вообще. У кого там... У нас у одного парня, вон, 50 рублями шестой раз изливается подавленное сознание. Кстати, я вот не знаю, перевод. Чей интересно у нас перевод вообще и как это было сделано? Потому что я смотрел русский перевод, но я включил себе английские субтитры. И у меня такое ощущение, что русский перевод был сделан с этих английских субтитров, потому что слово в слово местами даже формулировки похожи. У меня была русская озвучка и русские субтитры, и они иногда отличались. А сильно? Было там какое-нибудь прям лютое расхождение? Ну, лютое вон нету, но иногда в формулировке некоторых вещей было расхождение. Не, в формулировке хрен с ним, но просто я к тому, что... Ну, там можно было иногда случайно за двоякость принять просто. Ну, такое, не шибко критичное, но всё равно можно было. Ну, я к тому, что это не как в «Призраке в доскахах», что это там инопланетяне и вообще речь не о земле и всё так. Ну, тогда нормально. Тогда мы, наверное, в принципе, поняли всё так, как оно должно было быть. Но, в своём случае, я очень надеюсь. Да, вот. И как раз касательно темы фильма, главный детектив-герой, он достиг некой внутренней гармонии, разрешив в итоге все свои проблемы, которые были с этим человеком падающим. Слишком длинная ветка, и нет смысла её объяснять как-то отдельно. И главная героиня с паприкой нашла некий общий язык. Я не совсем тоже понял момент, когда она отправилась спасать Гейба Ньювилла, а паприка говорит, типа, нет. Если это её подавленная часть, то она, наоборот, должна любить Гейба Ньювилла, разве нет? Хреново знает. Хорошая претензия, я понял. Хорошая. Ну, хреново знает. Всё, что я могу сказать. Видимо, как-то так решил мужик. Чего мы ещё не коснулись, это абсолютной фантасмагории, карнавала общего происходящего, который... Есть некий образ сна, который передан, на мой взгляд, очень круто, и вообще сны нарисованы... Я не знаю, вот ты, Вася, их обругал, я, наоборот, дико похожа на всё, что снится мне всегда. Прям карнавал такой, карнавал банухи вот этот вот. Нет, карнавал это как бы такая гипертрофированная ситуация, понятно, но в целом, как относятся к снам в этом, когда они скачут между одним, другим, и когда вот рядом стоящие куски не имеют никакой структурной связи между собой, но при этом как-то, знаешь, вот визуально плавно перетекают, божественный момент, когда главная героиня, вот вещи, из-за которых я всем рекомендую посмотреть паприку, главная героиня идёт по... разбив зеркало, идёт по какому-то коридору по-тёмному, и она же в юбочке на полочке стоит, и мы видим, как главная героиня проходит, камера наезжает на девочку юбочку на полочке, и действие ведётся уже от неё, и это и есть та же самая героиня. Аналогично, когда героиня оказывается на карнавале такая, лежит, значит, в какой-то там куче говна, тел, месивок, пряников, не знаю, лежит и кричит, типа, «Эй, паприка, спасайся!» А камера улетает, паприка стоит на другом краю здания, и такая, «А, да, надо спасаться!» и спасается. И это не... это как бы дичь, это взрывает тебе бошку, но именно так чувствуются все мои сны, и это передано прекрасно, на мой взгляд. Да, но понимаешь, из-за этого у меня как-то не возникает напряжения в момент просмотра, то есть, если в начале ты как-то, тем не менее, поскольку всё реалистично, ты понимаешь, в какой момент ты... что чуваки не могут внезапно, да, телепортироваться куда-то, да, они там могут пушку помощнее достать, но это максимум. А здесь как-то... ну, у меня такое чувство, что даже если её там схватит, не знаю, огромный осьминог щупальцами, камера просто перелетит куда-то в другое место, и там будет снова наша героиня. У меня не возникает за неё переживания в этом случае, почему-то. Хорошая претензия. Я её не разделяю не по объективным причинам, а просто потому, что я кайфовал от вот этого визуального стиля, от монтажа и от взрыва реальности и пространства вообще внутри. Вот, по-моему, это была сама цель в данном случае. Я не... не, понимаешь, у меня претензия-то не к визуальному стилю, а к тому, что, скажем так, скорее к эмоциональному отклику, который должен возникаться в этот момент. То есть визуально мне тоже нравится, красиво. Не, а должен ли? Ну, то есть как бы... Ну, то есть тогда мне показывают, что она там пытается спасти своих друзей, там, условно, да, пытается остановить этого председателя, но я за неё не беспокоюсь, потому что, ну... А я не знаю, в какой момент не беспокоится, в какой момент она реально в опасности. То есть она вот сейчас в опасности, за неё стоит беспокоиться. Вот когда её там, этот чувак, привязал, я вижу, что она не может выбраться. Я тоже думаю, а что она сейчас там возьмёт, как-нибудь опять перескочит, ещё что-нибудь. Слушай, ну очень классный же момент. Там вот понятно, там хорошо это сделано. А вот в остальных местах, в некоторых вот местах, особенно когда там феечка и летала, у меня не возникало такого ощущения, что вот она в какой-то опасности. У меня тоже не возникало, но меня очень напрягла фраза этого председателя, когда он говорит, когда паприка плывёт в виде русалочки, и председатель такой, да плыви-плыви, это же сон, куда ты от меня денешься. Вот эта фраза что-то как-то напрягла реально, и потом её ловят. Да, 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 ну то есть фиг знает. Субъективно я тебя понял, и объективно я тебя понял, но субъективно я даже не пытался напрягаться, я просто смотрел, и мне было очень красиво. Мне понравилось, да. Очень круто, кстати, обыгран момент, вы знаете, вот этот, когда её приковали, ты его коснулся, и когда первый раз тебе становится за неё напряжённо, когда показывают, что сняли с неё оболочку паприки, и это просто беззащитная голая женщина лежит. Но, 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 дико круто сделан кадр. По-моему, первый раз за весь фильм паприка, весь фильм тусит как бы в джинсах, в маечке, и даже когда она феечке летает, показывают, что у неё под юбкой, в этом нет какого-то сексуального подтекста, на мой взгляд. Это просто, ну, как бы шортики под юбкой, хрен бы с ним. Очень круто сделано, что когда паприку приковывают, и чувак начинает её домогаться, ракурс берётся так, что у неё грудь на пол кадра начинает вылазить. Причём, по-моему, она немного больше, чем была раньше, и контекст всего, что происходит, сразу становится понятен вообще без слов. Поэтому я не знаю, что эта сцена мне понравилась. Там как бы то, что она домогается. Там то, что он домогается, по-моему, было показано классно тем, что он руку сунул-то, и он не просто с неё там что-то сразу полез лицо сдирать, нет, он сначала сунул её между ног, и оттуда пошёл выше. А вот, ну, это совсем толсто, а показать просто вот, вот, кадр выстроить так, чтобы грудь была на переднем плане и занимала пространство, вот я прям, вот, и причём она так анимирована хорошо, куда же я ещё мог смотреть, когда такое происходит в кадре. Но, вот сам факт, это вот крутая постановка, это мне очень понравилось. Ну, вот знаешь, ещё, вот мне не совсем понятна мотивация, ну, 500 рублей в кинологах от 27 марта, ещё сверху на моё любимое детище, хороший, плохой, злой. Спасибо, Серджио Леоне. Хорошо, мужик. Вот, смотри, мне не совсем понятна немножко мотивация председателя, потому что, с одной стороны, он говорит, зря мы, короче, в сны полезли, ой, зря, зря, зря мы полезли, а в другой момент, я стану повелителем снов, ну, то есть, он в итоге, ты чё, зря мы полезли, или в итоге я этим воспользуюсь и буду командовать с нами? У него была какая-то же логическая цепочка на эту тему, но, мне кажется, одно второму не мешает, зря мы полезли, но я этим воспользуюсь и буду командовать с нами, или как-то так. Вообще, финальная часть, когда появляются огромные люди, которые начинают поглощать друг друга, это такая чисто японская... Это вот Акира то же самое, чё ты начинает? За счёт чего она победила, объясните мне. Почему я должен был переживать там за персонажа, а в итоге она просто взяла и высосала этого председателя, и как бы... Слушай, ну вот это... Это японская тема, возьми Миядзаки, принцессу Мононоке, тоже такое в конце, да что за твою дивизию начинается? Я просто в таких, говорю в случаях, японцы, спасибо, я пошёл. Ну просто, понимаешь, объяснение бы там хотя бы сказали какое-то... Ну то есть, окей, она соединилась со своей истиной, да, вот этой вот, ну, они там в конце-то признали, но как бы, и чё от этого? И просто она получила суперсилу, чтобы высосать сон. А чё раньше не могла её высосать? Потому что они объединились... Проблема, которую ты сейчас озвучиваешь, на мой взгляд, это очень тонко и очень важно понять. Японский менталитет. Ты требуешь сейчас от того, чтобы фильм работал по привычным тебе американским законам. И ты требуешь этого не первый раз. Видишь, ты говоришь, я не чувствую напряжения за героиню. Ты пытаешься впихнуть фильм в рамки привычного тебе мировоззрения. Не надо. Вот и всё. Нет, позволь, подожди, при чём здесь мировоззрение? Если за героиню надо переживать, за неё надо переживать, да? Если в финальной битве она внезапно высасывает чувака, а у меня вопрос, почему раньше на это не высосало? Ну просто как-то коровое, понимаешь? Просто тогда без объяснения можно оставить очень множество вещей, сказать, ну японцы такие. Ну и чё, как бы. Менталитет. Это момент чисто менталитета. Вот смотри, в Призраке и доспехах тот же японский менталитет, но там как-то всё объяснено. Там у меня не возникало вопросов, а почему вот оно так? Окей, я там прекрасно понимаю, как они пересадили это, как они скомбинировали, ну то есть потому что там техника развита, потому что там у всех киберимпланты. А вот здесь я не понимаю, по какой причине она победила в конце, например. Почему она не могла это сделать раньше? Ещё раз, а вспомни мультфильм Миядзаки «Принцесса Мононоке», где возникают... Я не видел «Принцессу Мононоке» до конца, и даже если видел, это было 10 лет назад, я не помню, что там было. Нет, хорошо, я просто пытаюсь сказать, что ты посмотрел мультфильм один раз, возможно, когда посмотришь в 2-3, ты поймёшь больше. А Киру, ты понял всё, что тебе орал чувак, вот этот вот огромный вырушитель? Без этого понятно, что происходит. Это второе дно, окей. Но тут на уровне первого дна я не понимаю, как всё закончилось. На уровне первого просмотра. Понимаешь, просто вот «Призрак» в аспекте сам говоришь, если начать дальше копать, дальше смотреть, ты увидишь новые-новые грани, новые-новые аспекты. Окей, но здесь на первом просмотре ты не понимаешь, почему оно заканчивается так. Почему у тебя победа? То есть смотри, опять ты от произведения требуешь того, чего хочешь ты сам, чтобы всё было понятно с первого просмотра. А режиссёр такой, да пошёл ты, болт тебе. Я не хочу, чтобы в моём фильме всё было понятно с первого просмотра. И кто такой, чтобы ему что-то предъявлять в этой ситуации. Ничего себе. То есть мы теперь не можем предъявить, да? Мы критиковать не можем. Давайте по нескольку раз посмотреть фильмы. А как я должен понять, что я должен по нескольку раз посмотреть фильм? Ну то есть, как меня определить, какой фильм я должен посмотреть по нескольку раз, а какой нет? Херовый фильм, в котором я ни хрена не понял, я каждый, типа, должен смотреть, в котором я ни хрена не понял. А, тебе показалось, что Паприка херово, и ты ничего не понял? Я не про Паприку сейчас говорю. А я про Паприку сейчас говорю, потому что... Подожди, ты, не, подожди, ты начинаешь говорить про менталитет, посмотри на принцессу Мононоки, ты начинаешь отходить от Паприки, я конкретно Паприки выставил претензию. Нет, подожди, подожди, ты выставил претензию, я тебе говорю по Паприке. Момент в чем, ты говоришь, а если будет херовый фильм, я тоже должен ли его, что ли, пересматривать, Так, найди сначала такой херовый фильм, докажи, что он херовый, найди причину, по которой ты уверен, что в нем ничего нет, и ты не должен его пересматривать, и тогда уже будем говорить, ты делаешь некую частность, ну, ты придумываешь некую частность и пытаешься к ней апеллировать. Я апеллирую к объективным двум вещам, паприка достойна того, чтобы ее посмотреть, как я уже упоминал, там одна фраза может перевернуть вообще половину отношения, возьми интернет, который прорывается в реальность, сказано вообще между делом, но имеет место быть, как и в призраке в доспехах многие вещи сказаны между делом и имеют место быть, и это часть японского менталитета. Японский менталитет подразумевает, что одна фраза сказанная должна быть услышана, и это практически во всех японских мультиках, которые я смотрел в полнометражках, это есть. Соответственно, если ты чего-то не понял, возможно, стоит пересмотреть, и я не могу сказать, что паприка говно, которое не стоит пересматривать. Так, во-первых, говорю первое, я не говорил, что паприка говно, но я говорил, что она, у меня к ней есть претензии относительно сюжетных моментов, да? Ты начинаешь там приводить, что там плохие фильмы посмотреть, окей, давай вернемся к нашим любимым плохим фильмам, «Свадебная ваза». Явно чего я что-то хотел сказать, явно мы что-то давно не дополнить с первого раза просмотра, да? Мне второй раз его пересматривать, чтобы понять? Нет, фильм говно. Я не говорю, что паприка говно, я не говорю, что паприку не надо второй раз пересмотреть, но опять-таки, «Призрак в доспехах» прекрасно показал себя, что можно с одного раза, по крайней мере, понять общую канву сюжета, и, в принципе, логично все завершить. А уже на втором просмотре ты смотришь аспекты и ищешь. Здесь финал получился внезапным. Почему она смогла это сделать? Непонятно. Подожди, ну почему непонятно? Ну вот смотри, потому что она говорила, что всасывать должна не паприка, и там был момент преобразования, который был озвучен прям толстым образом. Она говорила, там прям блок целый есть, она говорит, день, ночь, мужчина, женщина, типа я не могу, потом она переродилась и всасывала не паприка, а некий ребенок, похожий на паприку. И на общем уровне это понятно? Не знаю, мне не понравилось. Она говорила, я не могу, я переродилась, переродилась и смогла. На общем уровне это понятно. Я не могу, переродилась и смогла. Ну, оно, не знаю, мне вот почему-то, понимаешь, это субъективно. Я не буду сейчас доказывать объективность этого дела, но субъективно мне показалось такого объяснения недостаточно. Просто, ой, я не могу, ой, что-то случилось, теперь я могу. Ну как-то, ну, ну, это субъективно, окей. Я не говорю, что, и опять-таки, я не говорю тебе, что паприка плохой фильм. Но мне вот этот момент, как и Солоду, момент выхода снов в реальность, мне показался, ну, каким-то слишком странным, внезапным и необоснованным. Ладно, дайте я немножко ворвусь. Давай, конечно. А то вы тут разошлись, тут вопрос был очень хороший, так ли проходили написания первых сценариев Крит Розору, да, именно, да. Да, да. Даже хуже, даже хуже. Хуже, хуже. С матами еще было. Да, с матами, с оскорблениями, так что, да, действительно, наверное, даже хуже. А любой творческий процесс, он рождается, мне кажется, в споре, причем иногда в ожесточенном очень. Ну, нормально, в итоге мы все равно делали так, как хотел я. Это ты так считаешь? Ну, не, ну почему, почему, в итоге это получилось так, как я хотел, то есть, вне зависимости от того, ну, было это моим решением или нет, в итоге получилось. Ну, как бы все еще далеко от чего-то, но, ну, блин, ну, блин, ну, блин, ну, блин, 888 обгоняет, ты чё? Ой, 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 ребята. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Две пятьсот! Две пятьсот! У неё две пятьсот! Она не доходит до кислорода даже на четвёртом месте, но она есть, и она угрожает. Блин, не, ну вы понимаете, что нам рано или поздно всё равно придётся её смотреть? Да даже, Макс, не поздно в таком случае. Чё ты принижаешь-то? Ой! Э-э-э-эй-да! Ребят! Вы чё?! Блин, это будет первый раз, когда я досмотрю до конца. Да, ну две Суперман тридцать. Поехали? Так, давайте... Погоди, она вырвалась куда-то? Сейчас три-с, на второе место! А, ну вот, на второе место. Вместо Жестис Лик посмотрим другой... У меня вопрос такой! Ну, кстати, Justice League это тоже Бэтмен и Супермен, так что... Я и говорю, что посмотрим просто... Вопрос такой, можно ли смотреть в быстрой перемотке? Сюжетные моменты нет. Ну, сюжетные моменты понятно, а остальные... Я, кстати, никогда не пробовал, надо будет глянуть. В общем-то, ладно, вернёмся... Да, вернёмся к паприке. Знаешь так, Макс, я тебе скажу, как только закончишь, можешь смотреть в перемотке быстро. Не, я воздержусь. Хотя, мне кажется, вообще... Мне кажется, это показатель качества вообще порнографии. Сколько раз ты там... Ну, в общем, вы поняли. Ладно, вернёмся к не менее... Мне всегда было интересно, как смотреть такие фильмы, то есть, как бы, они же полнометражные, соответственно, между сценами есть некое время, и вот ты как бы... Первая сцена отошёл немножко, потом вторая сцена, и вот это так работает или нет. Я не знаю, как работает. Я говорю, 3600 вообще уже у него. Посчитай-ка там кусочек. Не, по идее, должно быть 300. Пропустили донат, пишут все. 3600. Раз... Было тысяча, прибавили две... Нет, 300. Не, было тысяча. Слушай, ну ладно, раз все пишут, пиши 3600. Хорошо. Все равно оно, блин, на втором месте, куда оно денется. Да, это его не спасёт. Никуда не... Класс. Ладно, вернёмся к не менее острой паприке. Там, кстати, тоже эта игра слов была. Я вообще изначально не понял, какого хера фильм называется паприка, зачем, почему. Но в итоге там ещё и привязка была к тому, что это специя. Так что всё хорошо. Я же что хотел сказать. Да, Келебрыч, погоди, ты задолбал, перебивай. Всё говори, всё говори, всё. В тот момент, когда сны начали прорываться в реальности, я понял, что мне это как бы субъективно не нравится. Я забил на эту мысль и просто продолжил смотреть по местным правилам, то есть, какие мне дают. И в итоге оно получилось всё равно клёво. Безусловно, я сравнивал с Inception, потому что я его смотрел раньше. Inception мне нравится больше. Именно вот вся история целиком там как-то... Оно всё более складно тупо. Здесь надо действительно смотреть несколько раз, но я ничего не имею против. Можно посмотреть ещё. И возможно что-то понять, возможно что-то придётся додумать самому, что вообще не очень... Ой-ё-ё-ё. Ой-ё-ё-ё-ё-ёшки, ой-ё-ё. Да. Ах, хорошо. Ничего хорошего, ладно, отбой. Глянем по прикоте Инты Браса. Чё? Вряд ли будет. Так, ну стоп, вы прослушали уже? Да, прослушали. Короче, мы будем повторить порнуху и бануху за следующий раз. Блин, ну это ужасно. И в общем-то да, к чему я в итоге хрен с ним, что там, ну непонятно, почему девочка смогла всё засосать. Я думаю, наверное, объяснение там есть. Если его нет, то это печально, но, ух ты, к нам ворвалась Оленька. Привет давно не будет. В этот раз ты нас не спасёшь, но привет. Нет, ну честно, давайте будем как-то действительно объективны, но порно-пародию посмотреть, наверное, будет легче, чем Патрик Инты Брас. Я считаю, что в итоге лучше. Я считаю, вот это будет замечательно. Ничего, идея звучит нормально. Так, а на что там, Оленька, это в итоге? Макс, я уже представляю, что там в момент секса, Бэтмен и Супермена, а он, наверное, там будет Супермен будет говорить, Марта, Марта. И это 8-ое, 8-ое Марта. Да. Ну, я, кстати, скажу тоже, мне Паприка понравилась. То, что я к ней сейчас вынес какие-то претензии, они у меня есть, да? Ну, вот ровно один в один соут, я такой, ну, окей, да. Я это не понимаю. Я во многих фильмах иногда так такой, а зачем вот это вот происходит? Ну, ладно, пофиг. Произошло да произошло. Тут тоже, ну, произошло да произошло. И мне тоже начало понравилось больше, потому что вот именно в комплексе всех аспектов, не только визуальных, но вот и сценарных, начало, мне кажется, куда как получше, чем Паприка. Слушайте, а я заметил, что у нас бегущий по лезвию, на самом деле, на первом месте, я Паприку на автомате поставил. 50 рублей не хватает. А-а-а, ну, ну ладно. Зачем ты напомнил? А вот сейчас вот возьмут и закинут. Да, да. Закинул-то на 173 записал, на типа Крутых Легавых и, собственно, на Threadline. Я это потом сделаю уже, чтобы сейчас... Они внизу там совсем далеко. Да, и народ, я повторюсь, тут просто много раз писали там, типа, а где мой донат, я там на это донатил. У нас сейчас в эфире выведены только 5 фильмов, которые были топом, и все остальные, которые задонатили за этот эфир. Но ваши донаты, они есть. Как только вы там задонатите, они поднимутся выше. В общем-то, все есть. У нас все записано, все задокументировано, но пока... Вы можете смотреть даже в теме. Он, да, в блогах выложен в открытом доступе. Если видите ошибку, то сообщайте время эфира, тайминг будем проверять. Ну, примерно, не хотите. Ну, в общем-то, я думаю, на этом можно, наверное, закругляться. Паприку мы вроде обмусолили как могли. Самая проблема в том, что мы не коснулись и половины потрясающих вещей, которые там есть. Я не знаю, как их коснуться. Это вот надо садиться и показывать кусками, фрагментами. Смотрите, круто вот здесь. Вот круто вот здесь с нетопытом. То есть, мне, например, очень нравится, что чем быстрее в паприке кадр, тем он проще нарисован. Чем он медленнее, тем более детальная, изощренная картинка. По-моему, это вообще, в принципе, в аниме так сделано. Ну, восносительно серьезно. Да, но здесь это бросается в глаза, тем не менее. Мне бросилось, может быть. Надо остальные пересмотреть. В том числе, мы не коснулись темы, знаете, отражений, которые постоянно там возникают. И когда герой разговаривает с отражениями... Меня отвлекли, простите, донаты там. Очень сложная схема с перекидыванием денег. Слушай, да, как же так можно? Похоже, настрой поварит. Что это за... Человек попросил. А точно его донаты с на игре, на игре, на... Вот, смотри, видишь, тут надо проверять-то все. Ой. Ай! Да что за ад-то начался? Давайте быстро закругляться, да чем-то... Ну да, во-первых, уже два с половиной часа мы тут базарим. Ну, мы много в начале говорили. Но... Как сказать... Короче, паприка понравилась больше, чем пляж, хотя пляж тоже неплох. Вот, в кино все идите на экипаж, и... Ну, я не знаю, может, у кого-то хардкор до сих пор идет. Не, идти-то он идет, просто кто его еще не смотрел. Да. Вот, наверное, так. И, значит, на следующий раз у нас... Келебрича, оглашти. Подожди, а тут какая-то хитрая схема с этими 500 рублями с на игре... Ааа, Тинто Брас что-то вообще... Да все равно уже не Тинто Брас, ни порно-пародия, по-моему, ничего не обгонит. Ааа, сейчас, если мы разберемся с Тайм-парадоксом, и... Ааа, 500 рублей это с прошлого эфира. Чувак, ну не, это сильно какая-то сложная схема, с прошлого эфира я не полезу проверять, сорян. Да, но закинь 300 на Justice League. Да, 300 надо закинуть, и... Ну тут 400 на паприку прилетело, и потом еще 150 на паприку, то есть 550 еще паприки. Это я все сделал. Короче, впереди у нас что? Впереди у нас Бэтмен vs. Супермен и паприка. Да, вопросы из блогов коснемся быриком. Ну да, давай там что-то идем, а то сейчас там с ума сойдем. Там сейчас опять полетит одуха какая-нибудь. СО, взрыв в вестибюле был сделан компьютерной графикой, потому что на момент съемки у них не сработали несколько взрывчаток, и в интервью для машини мы писали про этот казус. Ну как бы, блин, мне кажется, тогда лучше было его не вставлять. А его, по идее, можно было не вставлять. Про паприку, значит, нам дают расшифровки все, какие только вы хотите, и объяснение всего, что можно. Что насчет русских фильмов «Дуэлянт» и «Викинг»? Ну, не вышел и не знаю. «Викинг» меня заинтересовал, по-моему, что-то такое. Аналогично, да, Язловский, а Козловский в говне не играет. Да, у Козловского лучший агент, он выбирает ему только хорошие фильмы, я не знаю, как он это делает, но это как бы... Да, мне кажется, это Козловский. То есть, это не только агент, агент ему предлагает, он находит ему, Козловский садится, читает сценарий и говорит, да или нет. В основном случае, у меня такое ощущение, потому что действительно вроде в говне не снимается. Ну, или старается обходить его как может. Хорошо. Следующий вопрос. В советское время, вы видели, может, этот вопрос, про дубляжи фильмов советские. Почему они такие были хорошие, а сейчас такие плохие? И отличный пример тех работ приложен, видеоролик, как дублировали кино в Советском Союзе. Бет Суп, Снег, чат, спасибо, что поддержали. Так, Бет Суп, Ама. Вот теперь 3600. Форн недельская. Форн... Хорошо. Расставил человек все точки над «и», раскрыл всю ложь чатика. Какая только могла быть. Я все стираю. Огромное спасибо. Да, но, кстати, Джастис Леврыч, огромное спасибо. Да, что-то я не то сказал. Ты должен сказать против ваду. Вот так вот ты должен был сказать. Не, ну стойте. У нас есть вообще шансы, потому что Джастис Лига, бегущий по лезвию, в принципе, недалеко. Давай, дальше вопросы. Что там про дубляж был? Дубляж спрашивают. Почему такой хороший был дубляж в Советском Союзе, а сейчас плохой? Который качество было получше. Другие вещи, что сидят люди и озвучивают фильм одновременно, и что укладчик работает со сценаристом. Это есть и сейчас укладчик со сценаристом. А хорошие фильмы никто не озвучивает одновременно, просто потому что технологии далеко зашли, и так делать уже незачем. Об этом, кстати, в интервью говорил Гланс, которое интервью у нас лежит на сайте StopGamer.ru. Посмотрите, он говорит, что никто сейчас не пишет все вместе, только за кадр, если это делается. Ну, мне еще кажется, очень большой такой момент, что в Советском Союзе не так много фильмов переводили. Да. То есть, в целом, было время, были, ну, были возможности. Не надо было в один день, наверное, выходить с мировым релизом, например. Да, да, наверное, скорее всего. То есть, могли, а сейчас конвейер, сейчас штампуют. Можно уже посмотреть на английском и понять, там, да, где несостыковки, а не просто вот эту нарезку, которую тебе показывают. То есть, там же, как озвучивают, им показывают такую полу-слайд-шоу, и они под это озвучивать пытаются. Макс, я перебил, ты хотел закончить фразу. Да нет, все, хрен снил. Максикон нам подсказывает, что Бэтмена Супермен длится полчаса. Надо проверить эту информацию. Ну и хорошо. Хорошо, но проблема... Ну ладно, я уверен, что мы найдем, что обсудить. Даже если он длится полчаса. Интересно, а там Оперхард есть? Звадебная ваза в ускорении длится 20 минут, и мы про нее дохрена говорили. Я думаю, тут тоже можно вполне попробовать. Хорошо, и я еще хотел... Символы переданы на Супермене. Внушает ли Супермен надежду? Что у него в гробу там, короче, встал? Кошмар. Да. Вот. И что еще я хотел сказать про дубляжи? Я не могу сказать, что я какой-то особый восторг испытываю по поводу советских дубляжей. Ну, как бы дубляжи и дубляжи. Возможно, подход был лучше, но проблема в том, что страна была другая. И я свято уверен по рассказам своих родителей, что страна была другая. Именно страна. И менталитет, и все остальное. И поэтому было совершенно другое отношение ко всему, как и к дубляжам сейчас. Ой-ой-ой, что-то что-то что-то. Телеброд из меня поставил, ты тянешь нам же схема на юстичи лягу. Ты флешбойн парадокс. Ура. Ура. Все, давайте быстро загругляемся. Что мы смотрим на следующий эфир? Давай, быстро подсчитывай. А-а-а, Джастис Лиг. Все, Джастис Лиг и Бэтмен против Супермена. Все, стой, паприка. Паприка, ты что? Ну, теперь точно паприка. Ну, да. Паприка и Джастис Лиг. Джастис Лиг. Все, спасибо, мы кончили. Всем пока. Пока, ребят. Все, пока.